Девушки отдыхают Роман, пожалуйста Спасибо, Владимир Здравствуйте, уважаемые зрители Я очень рад находиться рядом С самым титулованным олимпийцем-волейболистом В истории Сергеем Тетюхиным Комментатором, о, капитаном Одной из команд звезд В сегодняшнем матче Здравствуйте, Сергей Скажите, пожалуйста Перед началом сезона волейболисты обводят Кружок дату матча всех звезд Нет, перед началом сезона В общем-то и неизвестна дата проведения матча звезд Но всегда это такое Памятная и значимая дата В общем-то все планируют участвовать На всяком случае Скажите, пожалуйста, Сергей Как определялся порядок выбора игроков На драфте капитанов? Ну, изначально голосовали болельщики Было, по-моему, порядка 55-56 спортсменов Вот, из них оставили 32 человека Вот, и мы потом уже с Максом по телефону С Михайловым так более-менее определяли Команды И, в общем-то, попытались так Немножко разграничить возрастную категорию До 30 и после В общем так То есть вот это был основной признак По которому набирались игроки в команду? Да-да, попытались чуть-чуть, да Немножко поколения разграничить Но все-таки первым номером драфта У вас стал Сергей Гранкин Почему? Связующий главный человек в волейболе Вы отталкивались от этого? Плясали от печки? Конечно Связующий это как, наверное, в любом оркестре дирижер Поэтому это очень важная позиция И тут ошибиться нельзя было Один маленький вопрос, Сергей Вы в курсе, что на этот матч принимаются ставки И ваша команда не фаворит у букмекеров? Ну, я думаю, посмотрим, увидим И это, думаю, не столь важно Спасибо большое, удачи вам Спасибо, Роман Спасибо, Сергей Ну и пару слов, надеюсь, успеет сказать Максим Михайлов для начала матча Тарас Тимошенко, вам слово Да, обязательно, спасибо, Владимир Капитан второй из команд Участвующих в матче звезд Максим Михайлов Макс, скажи нам, пожалуйста Любишь ли ты матч звезд так, как любим его мы? В принципе, как игроки, которые привыкли играть Как можно сказать, обычно в нашем волейболе Очень любим матч звезд Потому что в первую очередь это шоу В первую очередь нет давления, нет результата Можно показать все, что нашел мяч Хотел продолжить тему, уже затронутую нашими коллегами Оказывается, этот матч, представляешь, принимает все наши букмекерские ставки И твоя команда является фаворитом у букмекеров Что ты об этом думаешь? Честно говоря, я даже первый раз такое слышал Я не мог даже подумать, что шоу может воспринять какая-то игра Но мы постараемся сегодня показать просто красивую игру Пусть победят всем Максим, удачи тебе в твоем нелегком деле Спасибо, Тарас Ну что ж, нас ждет матч без оглядки на результаты Матч действительно, я не сомневаюсь в этом, красивый И он сам по себе уже уникален Потому что впервые в истории нашего отечественного волейбола 12 олимпийских чемпионов, примут в нем участие Были сезоны, когда у нас олимпийских чемпионов представляли игроки из Бразилии, США Если последние годы брать А вот 12 россиян Не все они сегодня, к сожалению, окажутся на площадке Но все здесь и все, естественно, свою долю благодарности от переполнящих зал болельщиков обязательно получат Представление игроков команды Честно говоря, деление, конечно, в этом матче существует Но и не так важно, кто за какую команду играет Лучший из лучших, великий из великих Сегодня здесь на площадке Сергей Тетюкин первый из них Его команда в синих майках Ну и давайте представим по ходу появления на площадке Денис Бирюков номер первый Второй итальянец Чемпион Европы Валерио Вермильо Третьего Николая Апаликова Олимпийского чемпиона Еще два олимпийских чемпиона Тарас Ктей и Сергей Гранкин Шестой номер Барта Шкурык Был победитель последней мировой лиги в составе сборной Польши Девятый номер, олимпийский чемпион Девятый номер, еще один олимпийский чемпион Юрий Бережко Десятый номер, Сергей Тютлин Одиннадцатый номер, Андрей Ащев Это игроки всех клубов российской суперлиги Андрей Левченко, это шахтер Солигорск Представитель белорусского клуба Тютлин с Украины Это вот такие, скажем, наши внутренние легионеры Что ли, есть игроки из дальнего зарубежья Пятнадцатый номер, один из них Тодор Алексиев Честно говоря, не успею, наверное, всех сразу назвать Извините, если кого-то пропустил Быстро появляются игроки А у каждого столько титулов, что Говорить можно долго о каждом И будет, наверное, у нас такая возможность Алексей Верба у либера в этой команде Владислав Бабичев Второй либера команды Сергея Тетюхина Александр Кривец Номер восемнадцать Ну, кого-то, наверное, я все-таки пропустил Обязательно об этом скажем Ну и доставник команды Один из самых знаменитых фигур в российском волейболе Борода Вадим Хомуцких Первый матч в роли главного тренера И помощник у него, естественно, в данной ситуации Геннадий Шипулин Вы видели оба клубных костюмов белгородского клуба Ну, Шипулин много лет возглавляет эту команду Вадим Хомуцких, наверное, когда-нибудь свой шанс поработать на родном клубе Полуд Но это другая история Команда Максима Михайлова Где под семнадцатым номером сам Капитан команды Не буду говорить, что главный Участник этого торжества Доверили Максиму сформировать команду И вот следующие игроки Мэтью Андерсон Его одноклубник из сборной США И казанского Зенита Артем Вольвич Молодой центральный Один из талантов нашего волейбола Пятый номер Алексей Остапенко В сборной поигравший немало И, надеюсь, еще сыграет там множество блестящих игр Евгений Севажелес Победитель Кубка мира 2011 года Николай Павлов Один из самых ярких диагональных в нашем чемпионате Из Нижегородской губернии Павел Мороз Владатель сильнейших подачи Получается на сегодняшний день Среди российских волейболистов Либер Александр Соколов Олимпийский чемпион Играет за нового рейтгоя Его одноклубник-поляк Лукас Жиган Тоже, естественно, победитель последнего розыгрыша мировой лиги Алексей Родичев Одна из надеж нашей национальной команды Наверное, на ближайшее четырехлетие Ну и Дмитрий Мусерский Восторг на трибунах И действительно Центральный и диагональный сборной России Если хотите Потому что в голосованиях за границей Его как одного из лучших диагональных Включали в списки голосования Дмитрий Мусерский Дмитрий Линых Еще один олимпийский чемпион Четвернадцатый номер Ростодора Тодорова Центрального сборной Болгарии Павел Круглов Обладатель Кубка Мира 2011 года И Марло Чемпион мира из Бразилии Не назвал я висот Он в команде Сергея Тетюхина должен находиться Это еще один чемпион мира Вот два чемпиона мира из Бразилии Валерий Комаров Либера команды Максима Михайло Как и Алексей Мачаев Олимпийский чемпион Который под двадцатым номером будет выступать Тренер команды Вот еще один из наших олимпийцев Который увы из-за травмы Не может быть на площадке Но он будет рядом с ней Александр Волков Которому будет сегодня помогать Наставник олимпийских чемпионов Владимир Олег Да Извини на подобные звездные россыпи Скажем так С такими титулами Маш матч еще не знавал Хотя Если брать по составу Но тут большинство сторожил Подобных игр И разве что кто-то Вот из легионеров Впервые участвует в этом матче И из молодых наших ребят Которые в будущем Конечно Наверное тоже обрастут титулами И долго-долго каждого из них Будем представлять Ну а сейчас гимн России Я сила священная наша держава Россия, любимая наша страна Лучая воля, великая слава Твоё достояние во все времена Славься Отечество Наши свободные Братских народов Союз Славься странам Мы гордимся Тобой Матч звезд двух прекрасных команд Сергея Тетюхина и Максима Михайлову начнется буквально через пару минут. Самое, конечно, интересное будет проходить на площадке. Ну а возле площадки наши корреспонденты Роман Скворцов и Тарас Тимошенко. И я передаю слово Роману. Даже не знаю, что делать с этим словом Владимир, но спасибо за доверие. Очень жаль, что Дмитрий Мусырский сегодня не в моей команде, не в той, за которую я отвечаю. Я в цветах синих, поскольку с другой стороны мне повезло, потому что рост его 2 метра 19 сантиметров составляет. И мне бы очень пригодилась скамеечка, которая здорово выручает Наталью Кларк на хоккейных чемпионатах мира. Жду от этого матча бескомпромиссной борьбы и очень хочется посмотреть, что такое волейбол звездного уровня. Тарас, что ожидаете от этого матча вы? Роман Саныч, ты знаешь, в первую очередь я хотел сказать, что если ты хочешь по полю за скамеечкой имени Натальи Кларка пообщаться с Дмитрием Мусырским, то я готов тебе буквально на один перерыв уступить честь поработать с красной командой, с командой Максима Михайлова. Но поскольку я вот сейчас нахожусь в той стране, где находится как раз твоя команда, команда Сергея Тюхина, то могу сказать, что присмотревшись к этой команде, я думаю, что конкурс «Жим штанги с груди» наверное выиграл бы 10-й номер команды Сергея Тюхина. Тютлин. Вот такого в первое впечатление. А что будет с волейболом, это мы пока сказать не можем. Владимир, вам слово. Спасибо, коллеги. Ну, я думаю, что Тютлин себя проявит и как волейболист. Это один из самых интересных, опять же, диагональных нашего волейбола. Выступает Захарьковский локомотив. И я думаю, что как раз его-то мало мы видели на экранах, так что такая возможность у нас сегодня появится. Арбитры сегодняшнего матча Николай Книжников и Евгений Косяков будут непосредственно возле площадки. Естественно, судьи на линии будут помогать. Ну и главное, конечно, стартовые составы команд. Сейчас их будут представлять. Тоже, естественно, определялись они капитанами команды. Так называть Максим Михайлов и Сергей Тетюхин. Понятно, что на сегодняшний день это самые два титулованных игрока в нашем волейболе. Но Тетюхин, он вообще абсолютно рекордсмен по сумме всех титулов, которые человек выигрывает. По сути, каждый сезон у него титул какой-то есть. Максим Михайлов в последние два года столько собрал призов, как лучший нападающий крупнейших турниров уровня ФИВБ, что ни у кого нет сомнений, кто сильнейший или самый стабильный, что ли, нападающий в мировом волейболе. Так что, ну, пообщаться мы еще и с игроками получим, по ходу матча, неоднократный случай. Но пока стартовые составы. Вот кого выбрали наши капитаны. Сергей Тетюхин. Естественно, сам на площадке. Без этого никак. В диагонали бразилец Висота. Седьмой номер. Номера я не все сейчас вижу. Сергей Гранкин. Пятый номер, естественно, привычный. Это связующий игрок. Тарас Хтей. Сегодня не он капитан команды. Сегодня он в команде Сергея Тетюхина. Кроме них с первых минут Либер Алексей Вербов и центральный Андрей Ящев. Вот такой состав выпустил, может быть, сказать, и Вадим Хомуцких на этот матч. Но определил его во многом как раз Сергей Тетюхин. Команда Максима Михайлова. Мэтью Андерсон. Доигровщик сборной США. Алексей Остапенко, пятый номер, центральный блокирующий из Нижнего Новгорода. Евгений Севажелес. Еще один зенитовец. Одноклубник Михайлова и Волкова. Ну, естественно, Дмитрий Мусырский, тринадцатый номер. Естественно, Максим Михайлов, номер семнадцатый. И Марлон, связующий из Бразилии. Вот два чемпиона мира в составе Максима Михайлова. Ну, а у нас на позиции заслуженный человек, который будет помогать смотреть нам эту игру. По крайней мере, какую-то часть уж точно. Олимпийский чемпион Юрий Панченко. Вот как раз человек, от которого, наверное, непосредственно мостик протянулся из восьмидесятого года в год 2012. Дмитрий Мусырский, тринадцатый, так и подмывает спросить, каково это быть олимпийским чемпионом. Потому что ребята это впервые в этой ипостаси, ну, перед своим болельщиками в Москве выступают в таком количестве. По сути, сборная России вся здесь. Добрый вечер, прежде всего. Ну, не зная, как ребятам, нам было легко это переносить, потому что это прошло тридцать лет практически. Поэтому, наверное, ребята чуть-чуть тяжелее. Это действительно долгожданная победа в Лондоне. И ребята здорово сыграли и заслужили те вот комплименты, те все вот хорошие добрые слова, которые мы сейчас говорим про эту команду. Тем более, как верно говорят, что звание олимпийского чемпиона это на всю жизнь. Не бывает здесь приставки Эльц, да, и в принципе, его же не только нести надо с радостью, это, наверное, и большая ответственность в том числе. Ну, наверное, мечта любого спортсмена это выиграть олимпийские игры. Это не секрет, это, наверное, прописанная истина, которую все знают. Да, действительно, накладывает какую-то большую ответственность на себя. И человек, который стал олимпийским чемпионом ниже какого-то определенного уровня играть просто не имеет права. Поэтому и ответственность, естественно, и, наверное, все-таки это действительно большая ответственность в том плане, что нужно быть не только примером на площадке, но, наверное, и за площадкой. Потому что люди узнаваемые, люди, которых уже знают себя страна, наверное, это все-таки тоже нападает какой-то отпечаток дополнительной ответственности, скажем так. Ну, а для тех, кого не так еще, может быть, узнают, да, не в тех городах, где они играют, для них это хороший вызов. Есть к чему стремиться. Вот они рядом, легенды уже, по сути, на площадке. Кто-то, может быть, заканчивает свою карьеру в ближайшие годы, у кого-то она только начинается. Но есть куда расти, есть к чему стремиться. Пример не только, наверное, для волейболистов, а для тех, кто еще только задумывается, куда пойти заниматься, куда записаться, в какую секцию. Ну, знаешь, это те люди, которые действительно сделали результат. Если вы помните эту игру, на наверняка все помнят игру, когда проигрывали 0-2, мы все-таки сумели выиграть в сборной Бразилии 3-2. Я думаю, что после этой игры многие ребята, которые сейчас только действительно, как вы говорите, решают или волейбол, или хоккей, или футбол, но, может быть, действительно выберут волейбол. Это очень хороший спорт, очень эмоциональный и очень любящий. Почему? Потому что, посмотри, сколько людей сегодня пришло на этот праздник, да? Да, и много очень спрашивали билетов. Да, и посмотрите, сколько детворей, сколько молодых девчонок и ребят сидят на трибурах и смотрят эту игру, да? И, наверное, не просто для того, чтобы увидеть и Тюхина или еще кого-то, а, может быть, чему-то научиться, может быть, чего-то узнать нового, то, что они не знают. Я думаю, это действительно тот праздник, который ждала Москва, ждали все любители волейбола, и вот он состоялся, и мы должны смотреть и наслаждаться вот этим праздником. Посмотрите, что творится на площадке. Это действительно не только шоу, это очень качественный волейбол. Масерский даже не забивает свою первую атаку, и вторую, и вторую, и вторую. Здесь, да, здесь уровень, конечно, запредельный, в связи с этим, конечно, вот, ну, понятно, что каждый, к чему ближе, тот это и нахваливает. Ну, ведь согласитесь, Юрий, что в абсолюте волейболове у нас стоит на сомневом, я имею в виду, мать ждет нашего чемпионата, потому что если в такие баскетболе мы действительно смотрим на лучших игроков, играющих у нас, здесь мы смотрим на лучших игроков мира, потому что, ну, трудно себе представить, там, кого здесь не хватает. Конечно, есть какие-то игроки, да? Ну, не знаю, не знаю. В целом, да. Может быть, несколько бразильцев, и все. И то, и все-то присутствует. Лучшие из лучших здесь. Действительно, это собраны лучшие игроки мира. Где еще можно увидеть? Где еще можно увидеть лучших игроков мира, которые играют? Пусть против друг друга, но это действительно уникальный шанс для того, чтобы увидеть в очередь то, что они могут. А, поверьте мне, они могут многое. Ну, и матчи звезд волейбольные особенны тем, да, что здесь, в отличие от других контактных видов спорта, облегченного режима никто тебе не делает. Если там хоккей, там поменьше силовых приемов, баскетбол, там, не так борются под щитами яростно, дают проявить атаки. Да, то есть здесь просто нет способа облегчить жизнь сопернику. Ты сколько же играть не будешь. А здесь просто не получается. Посмотрите, 5-4, а сколько уже было розыгрыша мячей, когда мяч просто не касался земли, да? Да, и эйсы были с обратной стороны. Люди на полную рискуют, играют. Ребята вышли играть просто, не только в свое удовольствие, но для того, чтобы доставить удовольствие другим. Да, наверное, может быть, будут какие-то более рискованные, наверное, ходы, да, и передачки попызнее, и какие-то еще вещи. Но это только все в пользу красоты и в пользу интереса. На самом деле, сегодня, наверное, современный волейболок и так максимальный риск может быть даже в квадрате. А почему? А почему? Действительно. Дело в том, что, еще раз повторяю, эти люди умеют практически все на площадке. Обращаются с мужчином так, любо-дорого смотреть. Поэтому, естественно, какие-то риски, какие-то, может быть, какая-то фантазия у связующих игроков, даже у нападающих игроков присутствует. И это здорово, это нормально. Это только идет в плюс волейбол. Ну и нравится, безусловно, болельщикам. Я уж не знаю, есть ли в этом матче фаворит, букмекеры, и так, немножко в сторону Максима Михайлова крен сделали. Ну, наверное, они опирались на то, что здесь более молодые ребята с опытом, и у них где-то физических возможностей побольше окажутся снимать за пятницу. Здесь много игроков, что здесь вряд ли кто-то устает. Да, я не согласен. Здесь, по-моему, два абсолютно равных состава. И опыт, это не значит, что они все слабее, чисто физически. Олег где-то возьмет хитрости, где-то возьмет своему мнению. Да, ну сколько подачи уже на вылет, да, до такого матча. Причем все подачи действительно из-за заряда не берутся. Не то, что там кто-то спустя рукава пытается принимать. Да нет, мы с вами смотрим настоящий волейбол. Где равна ценной командой, которая вышла сражаться друг с другом. Ну да, и так чувствуем уровень этого волейбола даже непосредственно визуально, потому что перед нашей комментаторской позицией как раз зона разминки команды Максима Михайлова. И без всякой натяжки, можно сказать, что поверх голов мы смотрим до площадки. Действительно, тут такие богатыри перед нами. Да, да. И в ваше-то время много высоких игроков было. Ну сейчас, конечно, волейбол подрос, да? Ну может быть, не так много, да. Не так много, как сейчас. Но тем не менее, у нас тоже были высокие игроки. Но то, что он добавил и физически, и по росту. Вот, посмотрите. Такой гигант, как Дима Мусевский, даже летает на сетке. Просто любо-дорого смотри, какой координированный красивый парень. Первый пиклицкий перерыв. 8-7. Минимальный перевес команды Китюхина. Я думаю, все прекрасно изменить. И на каждом розыгрыше заостря свое внимание, наверное, смысла особого нет. Важно то, что игроки получают удовольствие. Главное, стараются подарить это зрителям. Ну, кстати, пять лет в Москве уже не было подобных матчей. В 2008 году в последний раз здесь играли. Потом хорошо так по стране поколесил этот матч звезд, что, наверное, правильно во всех городах должны видеть наших лучших игроков. Ну а в этом году логично было его провести в Москве. Действительно, так одновременно собрать всех олимпийских чемпионов здесь сейчас невозможно. Всего один москвич был в олимпийской сборной. И у моих коллег часто бывают проблемы кого-то пригласить на телевидение, на радио. Потому что очень мало игроков в Москве. Да, у нас есть собеседник у Романа Скворцова. Да, Владимир Александр Соколов, олимпийский чемпион, составит сборной России. Согласился ответить на пару вопросов. Как вам игра со стороны? Вам еще не довелось принять в ней участие? Ну, пока ребята еще, наверное, не в полную силу играют, да, так, немного вкатываются. Но есть пару сюрпризов. Я думаю, болельщики оценят их, начиная со второй партии, а не увидят. Договаривались перед матчем любой ценой победить соперников? Или все-таки главное – получить удовольствие? Ну, главное – это, конечно, шоу. Но все равно соревновательный элемент присутствует. Поэтому обе команды будут играть сейчас на победу. Игроки, да игровщики диагональные, могут порадовать публику такими сверхмощными ударами, там, разорвать мяч. Чем могут удивить Либеру зрители? Ну, я думаю, что это какая-нибудь защита, да, очень в тех самых сильных атак. Ну, и я еще раз повторюсь, есть пара сюрпризов, как увидят, в том числе и от Либера тоже. Хорошо, будем ждать их с нетерпением. Спасибо, удачи. Спасибо, Роман. У нас игра продолжается. 8-8, и Дмитрий Мусырский. Накануне были конкурсы, праздники, и Дмитрий участвовал в силу подачи. Не получился у него результативной подачи, поэтому он в зачет не попал. А так он, наверное, по силе мог бы посоперничать с Морозом. Я вот не знаю, вы работали немало с Павлом Морозом, который как раз этот конкурс выпил, 122 км в час. По-вашему, еще никто сильнее подает, Мусырский или Мороз? Вы знаете, я... Визуально это возможно припилить? Визуально практически не возможно. Действительно, вам, наверное, все-таки надо сказать, как это действительно, по эффективности подачи. Если это будет подача всех, то, наверное, это будет неправильно. Ну, понятно. Поэтому измеряются в атаке подачи. А так, я думаю, они равноценно будут. Люди на спокойно могут подпорить с Пашей. Я думаю, у них еще будет немало матчей звезд. Ребята молодые, ребята талантливые. Посмотрите, Остапенко перепрыгивает Николая Апаликова, между прочим. Одного из таких... Наибольшей, что ли, высоте людей играющих, да, в центре сетки, который до Мусырского-то достает. Он, наверное, лишний раз подчеркивает, какую форму сейчас Остапенко набрал. Многие его нахваливают. Я, к сожалению, не видел последних матчей в губернии. Но не сомневаюсь, что так оно и есть. Потому что игрок потенциально очень-очень сильный. Я очень рад за Алексея. Почему? Потому что после своей травмы он никак не мог это восстановиться. А вот теперь в губернии, я так понимаю, что он действительно обрел и физическую кондицию. И то, что он сейчас стал одним из лидеров губернии, это не просто так. Это человек, который потенциально должен играть в сборной России. Как мне кажется. Ну, я не сомневаюсь в этом. Тем более, что тоже, да, вот с этими проблемами, которые есть. С Волковым. Там неизвестно, будет ли у него этот сезон, не будет. Ну, и, возможно, свежая кровь. Да невозможно однозначно в национальной команде кто-то появится. Не один игрок, я думаю, сможет дебютировать в этом году. Остапенко даже и дебютировать не надо. Ну, да. Ну, я думаю, неизбежна будет смена поколения сборной. Все-таки Сергей Тихин столько лет отдал сборную национальную. Поэтому, наверное, он и заслужил того, чтобы где-то уже, если с рейсом, может быть, на клубную. Своей карьере. Или, может быть, даже у него какие-то союзники есть. Но, тем не менее, то, что смена будет, это однозначно. И вот то, что Алексей и остальные ребята помогут. По большому счету здесь мы видим вот тот кадровый резерв. Помимо олимпийских чемпионов, мы видим кадровый резерв, который может воспользоваться в будущем треме. Практически мы наблюдаем с вами смену поколения. Ну, да. Передача эстафета, скажем. Может быть, в команде Максима Михайлов как раз костяк, да, сборной. Хотя там, образно говоря, не такой жесткий. Там за 30 и за 30 сейчас-то Николай Павлов попал в команду Михайлов. Ну, основные, так скажем, шестеркиные по этому принципу подбирались. Ну, вот мы сейчас еще, наверное, не такая увидим. Димов или мы. Знаете-то, конечно, сыграют все. Вот, пожалуйста. Вот, какой мяч блестящий подтащил сейчас Бирюков. Бирюков, который, может быть, даже лучшим защитником не является, да, на своей команде. Но вот настроение и желание какое великолепное. А умеют эти ребята все. Я действительно получаю огромное удовольствие, просто наблюдаю. И пусть это где-то там со смешком, где-то там со шутками, да, через щепку. Но, тем не менее, это настоящий волейбол, который мне очень нравится. Я с удовольствием смотрю, как играют ребята. Питюхи, вот без его добрых очков только бойчистки может, да. Сергей, хотя время концовки, где он особенно силен, еще не наступило вроде бы, но посмотрите. Но, тем не менее, уже подбирается, да. Да, вот это начало этого эпизода. Вот чуть-чуть не успел Бусырский. Питюхи, видите, все, мы это знаем прекрасно и здорово этим воспользовался. Ну, Сергей, Сергей. Замены сегодня не ограничены, естественно. И вот новые лица Артем Хабибуллин, связующие с Ургута на площадке. Тютлин, я смотрю, в диагонали появился в команде Сергея Тетюхина. Вот там начались первые замены. Наверное, все замены мы и не будем успевать вызывать. Но, так или иначе, на площадке увидим всех. И внимание на каждого обратим, безусловно. Максим Михайлов. Маленький аут. Но без этого тоже не обойдется. Это тоже часть сегодняшнего волейбола. Подача с рисков. Можно, наверное, не ошибаться. Но не так все это зрелищно будет. В конце концов, тут действительно люди играют в волейбол и хотят выиграть. Пока это получается лучше у команды Тетюхина. Несмотря на то, что там и замены вроде первые начались. Я вот смотрю, вернулся с площадки Марлон. Перед нами, стало быть, кто-то заступил там в игру. Двойная замена. И Павел Мороз. И Павел Мороз в диагонали. Вроде одинаковые команды. Такое ощущение, что Хамутских с Волковым соревнуется. И в этом плане этот двойной сделал. И тот тут же ответил. Вот два молодых тренера. Пробуй. Тут еще интересно, да, вот, там, какой они тренерской будущей, не знаю. Ну, что случайно, не случайно, но понятно, что Волков травмирован. Он там, Хамутских уже, в общем-то, там, в приличном возрасте. Хотя он не любит, когда об этом говорит. Но получилось так, что сегодня оба тренера команды, это невероятные бойцы. И вот те самые мужики, настоящие на площадке, да? Не все наделены этим качеством, согласитесь? А вот как раз вот эти два человека, они именно вот те, кто умеют заводить партнеров. И, наверное, не случайно они и тренерами сегодня оказались. Вы знаете, я скажу, про Ваника, наверное, уже слишком много было и написано, и сказано. Это человек, который своей игрой до сих пор докажет. Тарас Тимошенко готов к нам очередного собеседника представить, которого он отвлек от работы на какое-то время. Пожалуйста, Тарас. Геннадий Яковлевич, в первую очередь с праздником вас, как человека, носящего гордое звание полковник. Это ваш праздник. Хотел спросить вас, как вы себя чувствуете в той ситуации, когда вашим главным тренером является человек, у которого вы долгое время являетесь главным тренером в клубе и сборной? Я просто счастлив. Я к этому стремлюсь. Я к этому внутренне готов. И когда это время должно прийти, оно вот у нас же подходит. Когда Ваня, когда Сергей Детюхин, когда еще есть играет игроков, которые отдали клубу очень многое. И они уже творчески готовы, физически готовы. Поэтому я только радуюсь, честно говоря, радуюсь. И очень слежу за Ваником, за каждым его движением. И думаю, что это первые шаги большого пути. Спасибо большое. Ну, Георгий Яковлевич, он не только следит, он, если надо, и подскажет, насколько я понимаю. Хотя, наверное, ему тоже любопытно оценить, да? Не то, что происходит на площадке, а как один из его учеников ведет себя вот, пожалуйста, сейчас как раз в кадр это не попало, а Шипулин подозвал хамутских. Вот что-то даже оттуда. Давай интервью, он заметил, что надо поправить и помочь своему, главному тренеру сегодня. Блестящий прием, блестящий пайп, причем высота-то какая. Не попал, да, похоже, все-таки, если вожелись. Я красоту оценивал, не видел вместо падения мяча. Тоже игра на грани такая. Выше пасет, там двойной блок уже будет висеть, да? И сейчас это было очень близко. Все-таки физические кондиции, да, очень выросли за последний уровень. Поэтому действительно приходится играть скоростные мяча. Ну, вот опять подскажет. Действительно, на грани каких-то, да, фантастических. Скоростей играют, сейчас. Да, вот в ваши времена больше старались по месту блок обыграть, да? Комбинации все были, именно чтобы в разных местах угроза была. А сейчас на скорости, вот по сути, на голове у Мусенского сейчас висел всего железа, там какие-то мини-доли секунды. Сантиметры. Да, сантиметры. И только они знали, какая будет передача, кто будет атаковать. А каковы блокирующие в данной ситуации? Ну, наверное, тем интереснее сейчас стал волейбол. Такие, вот идет Дима, да, Мусерский? Да. 2-7-то, 2-14. 2-18. 2-18, даже подрос немножко, да? Ну, какой координированный парень, правильно? Все умеет, все может. Я думаю, что если его поставить, пасовать, он тоже это сможет. Ну, на самом деле, я думаю, что среди наших центральных он едва ли не лучший. Я думаю, что один из них. Вчера, кстати, по ходу первого дня был тоже конкурс. Ну, не конкурс, матч такой шуточный, когда Либера, там, по-моему, спасающими играли против нападающих. И там, по-моему, Мусерский уверенно как раз пасовал. Ну, спасающего другого не было. И спокойно справлялся. Ну, по крайней мере, когда необходимость в этом такая-то была. Павел Мороз пока пустует, на полную не включает. Но, насколько все равно, это опасно. А это блестящая атака Кютельна. Вот, пожалуйста, один из, как отметил коллега Тарас Симошенко, самых атлетичных, наверное, ребят в нашем волейболе. Хоть он выступает и за Харьковский клуб. Мы на Суперлигу имеем в виду. Действительно, волейбол, наша школа-то одна, в конце концов. Вы знаете, я уже давно заметил, что, в принципе, вот мы все время преклоняемся перед хорватской школой, итальянской. Ведь у нас своя была школа. Когда-то было такое государство СССР. Потом почему-то все стали говорить про итальянскую школу. В итальянской школе ведь тренера были-то бразильцы, аргентинцы, а потом только один итальянец, который выиграл чемпионат мира. Поэтому я считаю, что все корни вот идут от России, от Советского Союза, когда действительно волейбол у нас был на таком высоком уровне. Вот сейчас вот я просто гордый и счастлив, что мы вернули себе звание сильнейшей команды мира. Я думаю, это по праву. Почему? Потому что мы заслужили эту звание. Ну, на самом деле, итальянцы, по-моему, не особо скрывают, что они учились-то у нас и брали все у нас изначально. Конечно, нам хотелось бы, может быть, в мечтах, чтобы наши ребята ростом 2.17 и 2.10 играли лучше в защите, но есть вещи, на которые трудно, да? Поэтому мы хорошо используем свои козыри, мы олимпийские чемпионы. У нас прекрасный блок, мощная атака, хорошая подача. Мы используем то, что мы можем сейчас использовать на данный момент. У нас такая команда, которая умеет практически делать все. Поэтому, я говорю, просто приятно смотреть на этих молодых ребят, которые... Я думаю, у них все впереди. И еще одна золотая медаль будет у нас, олимпийская. Я просто уверен, что у нас есть, кому выиграть золотую медаль. Ну да, мы так вспоминаем, что мы олимпиаду выиграли. Мы, в общем-то, не должны забывать о том, что мы четыре олимпиады подряд на пьедестале. Это ни в одном игровом виде спорта ничего похожего нет. Пускай именно команда. А там один мяч, один матч по-разному складывается. Ну, это спорт, да. Это спорт, к сожалению, да. Бывает так, что один мяч решает себе матч. А если говорить о традиции, вчера вот по ходу первого дня было еще и честное день из Нижневартовского самотлора. 25 лет этому замечательному клубу. И есть, кстати, представители этой команды, воспитанники сегодня. Артем Волич, Сива Желез. И хочется поздравить эту команду. Пожелать ей, да, пожелать ей как можно более что-то хорошее создание. Она достойна лучшей участии. Потому что, действительно, это золотой фонд нашего волейбола. И, собственно, оттуда, наверное, вся северная история нашего волейбола началась. По большому счету. Ну, конечно, хотел бы пожелать, во-первых, хорошего будущего. Самое главное, что там, действительно, волейбол развивает. И мы видим, что оттуда выходит действительно талантливая молодежь. И самое главное, чтобы это все было, как вам сказать, в продолжении. И делал выход, да, выход наверх. И побольше представителей у вас в таких матчах звезд. И так их достаточно. А сейчас Александр Волков берет тайм-аут. Пора обратить внимание на счет. Более пристальный будет у нас матч звезд. Четыре очка, он вообще пусковой волейболе отыграть непросто. Сейчас мы уже говорим о концовке. Так что команда Кикюкина пока напрягает. Те, кто поверил в Буквейкеру. Это в продолжении нашего разговора о молодости и об опыте, да? Да, безусловно. Ну, посмотрим, посмотрим. Уже и главный тренер команды молодежи, Красной, да, Майкер, на Сенат уже немножко нервничает. Конечно, а как же. Представляете, так вот тренерская карьера в один матч, один мастер, это нехорошо, да. Да, шутки, конечно, и у кого-то обязательно так получится, потому что обе команды выиграть не могут, хотя в таких матчах победителей нет, и банально это звучит, но всегда есть история, да, всегда есть история. Но, тем не менее, очень красивый волейбол. Мне очень нравится то, что действительно играет не в полсилы, а играет так, как это должно было. Ну, я смотрю, Волков вернул на площадку Марлона, понимает, что не до шуток, да, чтобы добороться за результат. И выходит на подачу Паша Мороя. Да, ну и будет обратная двойная замена, судя по всему, если Мороз не закончит на своей подаче партия. Я так понимаю, на подачу уж. Нет, нет, но он по расстановке Марлона сейчас на передней линии, наверное, нет? Нет. А, сегодня же неограниченное количество замен. Я уже помню, что Мороз выходил на двойную. Вот, пожалуйста, сработал заменочку. Ну, здесь у тренеров больше, конечно, рычагов. Они могут несколько раз делать то, что всего один раз разрешено в обычной игре. И посмотрите вот эту схватку над сеткой, замечательно. Оба отбрасывали вот как положено, от рук ваут. Ащер там не кстати пролетал мимо, получилось. Ащер, да. Да, но момент красивый очень. Вот, пожалуйста, Мороз. Мороз поддавливает соперника. Юрий Бережко на площадке. Он сейчас атаковал, но его атаку на задней линии блестяще поднял американец Андерсон. И посмотрите, плюс четыре приводилось, плюс один, да. Пора эти тюкину возвращаться. Он как раз свое место выступал, да. Концовка, его время. И Юрий Бережко пока немножко отдохнет. Теперь Вадим уже не хочет рисковать. Ну, а как же, Вадим. Тоже знает, какой главный у него Козырь. Мороз требует поддержки зрителей. Они охотно откликаются. А подача у него как раз не проходит. 22-20. Артем Хабибуллин на площадке. На подаче. Вот диагональ обратно не меняет, Вадим. Такое терпение. Советую зачем-то с Шипулиным сейчас. Будет высокая мяча атака. Но как раз и Михайлову это проблема. По-моему, на полметра выше блоки зайдет. Да, фантазия какая-то. Проградная, как отыграл. Еще раз смотрит. Легчит поверх блоки. Вот что значит большое желание. Вот это в плане, наверное, все хорошо видно. Ну, это настоящий характер спортивный. Когда вот даже при таком, казалось бы, да, вот товарищеский мальчик, который превращается в шоу спортивное. Все равно наши игроки не хотят проиграть. Посмотрите, как я подал сейчас. Будет шанс атаковать. Там Чутин в четвертой зоне осмотрелся. Гоработно, кстати, отыгрался очень от блока. А нет, сейчас связываешься. Нет, связываешься. Нет, вермилия есть. Вермилия есть. Почему же он там все ременью тела оказывался? Ну, это тоже часть игры. Но очень красивый розыгрыш. Дождался удобной ситуации. А удобный оказался двойной блок, но удобная передача была хотя бы. Да, не тройной блок. И до пола практически выигрывает на тройном блоке. Вот Сергей Тетюкин выходит на подачу. Да, счет такой близкий к запоминающемуся, да. Но не стал сейчас рисковать. Понимаю, что его команда впереди. Если бы проигрывали, наверное, полный. Наверное, да. Всполнилась бы Лондон. Да, мы это знаем. И думаю, что это как где-то 3 секунды баскетбольные будем вспоминать еще неоднократно. Вот именно выход Тетюкина на подачу. Евгений Севажелес. Женя тоже может подать очень приличную подачу сейчас. Хотелось бы спросить, кто тут не может подать приличную подачу в этой компании, да? Почти все умеют. Рисковал Бирюков. Тоже это красиво, когда по рукам вот так вот выигрывается. Но чуть высоко сегодня на подающие прыгают, получается. Не попал по рукам. 23-23. Это уже Вадим Хомуцкий. Ну, наверное, у тренеров по два таймаута, насколько я понимаю. Несмотря на все исключения. По крайней мере, пока они этот лимит не перебрали. Вадим как раз вот только-только его использовал. А у Волкова еще таймаут есть. Владимир Олегович, было подтянулся сюда. К нам. К Роману Скворцову. Но тут же вернулся. Надо свою работу основную выполнять. Помощника главного тренера в данном случае. Так что, наверное, при другом случае. Подождем чуть-чуть. Пока у нас концовка интересная. 23-23. Евгений Севажелес. Вот это подача. Да, подача. Вот Дима. Дима сождует. Пожалуйста, передача за играл. Идеальная. Отблок отмечить. Ваут. И пока молодость берет. Вот 21-17. Это игрались. Такое небольшое воспоминание об олимпийской победе. Да. За них. Тарас Киев прием вышел вместо Бирюкова. И так от Вадима не укрылось, что не очень уверен в той приеме этой подачи сейчас Бирюков был. И более опытного Киева пускает. Наверное, выход, который чуть позже все-таки планировался. И подача тут же на него летит. Тут он очень так оригинально и красиво скатывал. Но внимательно в защите красные. Это команда Максима Михайлов, которая выигрывает первую партию 25-23. Владимир Олегов добрался все-таки до Романа Скворцова. И сейчас им слово. От мафии Владимир еще никто не уходил. Творец лондонского чуда Владимир Олегов. На сегодня ассистент в команде Михайлова, которая выиграла первую партию. Первый вопрос у меня неожиданный. Владимир Романович, а вы за кого болеете вообще? Несколько раз при неудачных подачах синих вы так сокрушенно качали головой, что стали закрадываться сомнениями. Ну, качал головой, потому что мой игрок не падал. Но, в общем-то, сегодня болеют за волейбол. Смотрите, какой праздник в стране. Какой праздник в городе. В общем-то, те люди, которые здесь собрались, сегодня болеют, наверное, за волейбол. Конечно, полный зал. На выходе из метро уже начинали спрашивать лишний билетик. Я такого ажиотажа ни на баскетболе, ни хоккею, которым в основном занимаюсь, не припомню. Владимир Романович, скажите, как Александр Волков справляется с обязанностями главного тренера? Часто ли приходится вносить коррективы в его действия? Да нет, совершенно, совершенно, очень уверен, себя чувствую. Я думаю, что это мой первый конкурент есть на будущее. Ну что же, конкуренция и двигатель прогресса. Спасибо вам большое и удачи. Тарас. Роман Саныч, ко мне в гости зашел Алексей Вербов, которому скоро пора бежать уже на другую сторону площадки. Алексей, я видишь, что могу, пользуясь своим контрастным цветом формы, в одном из тайм-аутов ближе к концу партии сбегали к команде соперника. Какова была ваша миссия? Моя миссия была узнать наставление Александра Волкова. И, в общем-то, мне удалось услышать задачу этой команды. У них была задача выиграть первую партию. И, в общем-то, это я и донес на своей команде. Алексей, короткий экспертный комментарий. Почему вы проиграли партию в концовке, которой так много вели? Ну, в общем-то, мы не хотели легко выигрывать эту партию. Дали немножко поднять голову команде соперника. Ну, в общем-то, поплатили за это. И придется сейчас отыгрываться. Не повторяйте больше ошибок. Я побежал, мне пора на площадку. Второй сет нас ожидает. У нас на позицию новый интересный собеседник. Генеральный секретарь Всероссийской Федерации волейбола Александр Еременко. Вот как раз других руководителей нашей Федерации мы сейчас видим на экране. Это председатель наблюдателя Николая Патрусов, президент Станислав Шевченко. Выбор Москвы стоял или не стоял? До этого матча. Звезд пять лет. Мать звездки летел по всей стране. Да, добрый вечер. Прежде всего, хочу поздравить всех с праздником, всех россиян с сегодняшним праздником. А любителей волейбола с двойным праздником. Потому что уже можно сказать, что здесь в СССР дружба. Праздник получился. То, что сегодня Москва. Да, в принципе, пора было вернуть матч звезд в Москву, которой здесь не было уже пять лет. И символично, что в этом году после победы на Олимпийских играх мы собрали лучших звезд и наших 12 олимпийских чемпионов именно в столице. Поэтому наш столичный зритель, любитель волейбола, тоже достоин такого зрелища. Безусловно. Ну вот в этом году интересную форму такую, что ли, выбора на этот матч вы придумали. Довольны тем, как вот все получилось? Зрительским голосованием, тем, как следили за выбором капитанов. Когда возникло идея назначения главных тренеров? Это, наверное, многим интересно. Вы знаете, я очень доволен то, что эта идея, которая, так сказать, вначале была спорной, оказалась такой удачной. Потому что действительно идея удачная. И прежде всего потому, что и сами игроки, участники матча звезд почувствовали себя организаторами, почувствовали себя хозяевами этого шоу. И подходят к нему очень серьезно. И с точки зрения спортивной составляющей, и с точки зрения медийной. И с точки зрения, так сказать, творческой. Интерес зрителя, естественно, при голосовании зрительском, при таком достаточно длинном драфте игроков, когда команды, капитаны подбирали себе команды, конечно, с приближением матча звезд возрастал. Поэтому, я думаю, в этом году формат мы угадали, учитывая, что и конкуренции особой не было. Не имея запада-востока, россияне на иностранных игроков выглядело бы, наверное, слишком неправильно после победы на Олимпийских играх. А вот этот формат, два наших самых достойных, одних самых достойных волейболистов, ну, провести, скажу честно, мать звезд после Олимпийских игр в Лондоне, без имени Чичухина, как плах, было бы не очень правильно, я считаю. Безусловно, сейчас блестящий момент, Николай Апаликов закрывает Теодора Тодорова, причем так-то обычное такое суровое выражение у Николая, когда он блоком выигрывает. Сейчас сменилась улыбка. Хотел обратить внимание, на какой высоте проходит борьба, то есть это действительно звездная высота, и уровень волейбола, реальность сегодня в дружбе, очень-очень высокий. Мы имеем поколение мастеров, великолепных мастеров волейбола, которые сегодня демонстрируют и продемонстрируют в дальнейшем прекрасную игру. Блестящий сейчас, работала связка Грантин-Китюхин. Наверное, не случайно Китюхин первым Грантин на себе выбрал команду. Это вот первый вообще выбор был в этом драфте. Сергей, как игрок разносторонний, понимает, что связу еще очень много определяет. Да, но у каждого из игроков была своя идея, в том числе вы мне задали вопрос по выбору тренера. Эта идея родилась перед началом драфта, после зрительского голосования. Ну и скажу такую вещь, я думаю, что получилось все очень хорошо. Ну, во-первых, из-за того, что мы дали возможность поучаствовать олимпийскому чемпиону Александру Волкову, который внес огромный вклад в эту победу в Лондоне, в матче звезд не просто со стороны, а как участник, потому что, напомним, Александр Волков траммирован и не мог бы принять участие в игре на площадке. Вот видите, какой прекрасный розыгрыш, блин. Да, да, красиво. И привлечь его в качестве главного тренера, это была великолепная идея, так же, как и Вадима Хомутских, который реальная звезда и советского, и российского волейбола. Поэтому тут две составляющих. Наши звезды реально работают на арене в новых ролях. И противостояние Шипулин Олег, на котором мы привыкли последние, ну, скажем так, почти 10 лет, присутствует на матче все-таки. Но не так остро, потому что в этом матче все-таки спортивная составляющая, наверное, уходит на второй план, как стал Владимир Романович. Сегодня все за волейболом. Ну, и, конечно, настроение это добавляет, потому что даже каждый тренерский ход, это оживление в стаде каждой из команд вызывает. И это естественно. Ну, а борьба какая у нас, да? Тут никакого благодушия речь не идет. Хотя улыбки есть улыбки, а играют как серьезно. Да, ребята будут бороться, потому что в такой компании, я уверен, каждому из них всегда хочется проявить как лучшим из лучших. И это самый большой стимул. Я хочу обратить внимание зрителей, тех, кто хорошо избирается в волейболе. У нас большое количество людей. Но минимальное количество ошибок. Обратите внимание, что волейбол – игра, которая дает красоту в тот момент, когда стороны и игроки мало ошибаются, а проявляют свои лучшие качества. Вот в этой игре я пока явных ошибок не видел. Есть какие-то рискованные вещи, есть какие-то красивые муки, но ошибка нападает, ошибка на приеме, ошибка на простом муче в этом матче на данный момент практически исключены. Ну и все, где-то нам обещали во второй партии сюрпризы. Игроки какие-то, домашние заготовки. Вот за интересные беседы бы их не упустить. Даже белки беседы, по-прежнему, зона разминки, могучие парни перед нами стоят. Я хочу только ожидать каких сюрприцев не во второй партии, а в третий. Третий, думаете? Я думаю, третий, после того, как пройдут конкурсы. Соколов так сказал, что во второй, третий. Ну, может быть, да. Может быть, что-то мы видим. Игроки задумали. В этом случае мы, как организаторы, часть шоу под названием «Волейбол на площадке» полностью отдали в руки игроков. Посмотрим, что они нас сегодня покажут. Потому что мне самому интересно действительно посмотреть, увидеть, на что способны наши мастера в плане творчества. Сегодня на площадке лучший мировой в львову. Может, наверное, уместно тогда вчерашний день немножко вспомнить. Вчера как раз день для творчества. Был что вам запомнилось? Знаете, все то же самое. Я смотрел на площадку, на конкурсы, на разогревочные игры, на то, как ребята к этому подходили. Во-первых, неравнодушие спортсмены. Они принимали участие во всех конкурсах, в том числе и в зрительском конкурсе, когда ребята помогали попасть в эти пакеты с подарками, чтобы они унесли домой памятный приз матча «Звезды». Я имею в виду школьников, которые входили на зрительский конкурс на подачу. То, как боролись игроки, как не жалели себя, с каким азартом играли и «Звездный калейдоскоп». И матч пасующий против гигантов, которым вчера наши пасующие «Либера» очень хорошо проявили себя, организовали такую игру, что гиганты против них не устояли. Вот, и я хотел... Ну, вернемся к этому разговору, а пока, поскольку перерыв, слово нашим коллегам Тарасу Машенко. Да, Владимир, спасибо. Лукаш Жигабло, связующий сборные Польши, победитель мировой лиги 2012-го года. И человек, который очень хорошо знает, что такое играть при переполненных залах, потому что сборная Польши всегда играет при переполненных 15-тысячных залах. Лукаш, я хотел тебя спросить, а у вас в Польше матчи «Звезд» в вашей лиге проводятся? Ну, в этом году нет матча «Звезд», но было, я думаю, что 2-3 раза, но это был очень большой праздник для всех болельщиков волейбола, но такой праздник, как здесь сегодня в Москве. А где лучше, в Польше или в России матчи «Звезд»? Ну, я не буду говорить, но я вижу, что сегодня залпелленный, но очень хорошие игроки наплощаются, но надо сказать, что мне очень нравится здесь. Спасибо, Лукаш, удачи! Спасибо, Тарас, хороший дипломатичный ответ, но иначе на ней нельзя, потому что в Польше, по-моему, за мельчайшим событием в нашем волейболе внимательно следят и цитируют постоянно все, что у нас говорится на разные темы, так что тут все понятно, хотя я не сомневаюсь, что Польша умеет тоже проводить матчи «Звезд», но мы к первому дню вернемся, там был конкурс на самую сильную подачу, что добавил мороз за год у нас в силе подачи. Ну, в принципе, Павел Мороз отличается тем, что может запустить мяч с огромной скоростью, вот, с этим у него проблем никогда не было, поэтому в этом году прибавил еще пару километров в час к своему рекорду. В принципе, я хочу отметить, что на конкурсе подачи все результаты лежали в каком-то таком статусферном пространстве, от 110 до 122 километров в час, при том, что нормальные волейболисты, скажем так, в уровне мастера спорта, редко дотягивают до 100 километров в час. Это и говорит о том, что мы действительно находимся на матче «Звезд». Ну, и конкурс на самую красивую атаку вывел Моцерский. Я так понимаю, что мы что-то еще увидим на этой теме сегодня. Я думаю, да, ребята креативно подошли и к этому вопросу. Мы увидели в исполнении Николая Павлова интересную домашнюю заготовку. Сегодня на конкурс нападающего удара заявился Сергей Гранкин. Интересно, что придумал наш связующий, чтобы попытаться оказать конкуренцию нападающим в этом конкурсе. А вчера были конкурсы, они как бы официально носили статус, да, были вручены прижи. Сегодня просто показательный будет конкурс, насколько я понимаю. Сегодня будет показательный конкурс, но призы мы вручим. В том случае, почему бы не вручить дополнительные призы, в этом ничего страшного нет. Вот, кстати, один из лучших подающих в нашем волейболе. Лидер по эйсам. Динамовец Александр Кривец на подаче. Подавать он может и сильнее. Сейчас главное было не ошибиться. А силу, как проявил, так проявил Павел Мороз. Это атакой. Да, сила у него есть. Еще пока этому игроку, может быть, где-то не хватает стабильности и тонкого понимания игры. Но вот задатки у него есть. В общем, большое желание. Играть на высоком уровне это раз. И, конечно, физические данные. Третья, выкину. Сейчас сыграл комбинацию, которая, в общем-то, скажем так, в обычной жизни не играет. Третий он уже сыграл. Ну, по сути, такое, не знаю, что-то среднее между старым крестом и эшелоном, да, сейчас исполнили Ащинский. Да, очень сложно, конечно, волейбол 90-х годов сейчас привнести в современный, потому что очень вырос волейбол. И трудно уходить от блокирующих. Они везде практически стоят, смотрят, куда летят мяч. И после этого появляются 2 или 4 руки над сеткой. Поэтому комбинации нашей молодости, они уже ушли на второй план. Сейчас скорость, высота, скорость, высота. Говорили в этом сфере, почти блок подрос тоже прилично за это время. Поэтому успевают люди по два раза подняться, используя свои прекрасные данные, ростовые. Ну, я говорю, не у всех на начале в матче перечислили матча. Давайте посмотрим, кто на площадке от первого сета появился. Ну, по сути, у Михайлова почти все поменялись. Парло, правда, по-прежнему пасует. Это Дор Тодоров появился, Алексей Родичев, Дмитрий Ледяных. Вот сейчас, кстати, на площадке молодых, может быть, те, кто на позиции доигровщика должны определять нас во многом, да, в ближайшие годы. На них мы смотрим особо пристально, потому что, ну, не секрет, что Сергей Тетюхин планирует все-таки закончить карьеру в сборной. Да, ну, или иных, кто уже выиграл с Олимпийской дворкой медали, он уже все не помог на Лиге Адерс, да. Поэтому мы, естественно, будем рассчитывать на него как на ключевого игрока. И на Алексея Родичева тоже. Ну, а на стороне Сергея Тетюхина такой состав более приближенный к стартовому. Очень хочется, видимо, Вадиму Хомуцких добиться все-таки результата, взять реванш. По большому счету, так Тютвин побольше играет, чем Весотто, и в Тейхе появился на площадке. А так замены точечные в основном Вадим проводят. Другой у него подход к тренерски, к этому матчу. Ну, я думаю, вообще есть желание и победить в этом матче, потому что тренерский дебют, он очень важен для тренеров именно. Потом есть все-таки противостояние, как командные, как игроки и капитаны набирали себе команды, какой принцип окажется более правильным. Я думаю, здесь есть большое желание у руководителей команд, я имею в виду, и капитанов, и тренеров при самом благодушном отношении друг к другу все-таки выйти победителем. Безусловно. Вообще памятным для всех становится, в том числе и до судей, вот что касается действий, не было никаких там кросьбок, а за ней помягче быть. Барта Шкурок вышел на подачу. Ну, один разговор у нас с судьями состоялся, в принципе, все это свелось к одной фразе. Господа судьи, не спешите свистеть. Давайте дадим сегодня волейболу, как бы, проявить себя в полной мере, если будут такие ошибки, которые мы назовем непринципиальными, как-то заступ, переход средней линии легкий, или заступ, или атака сетки, или небольшое касание сетки. Поэтому я вижу, что их и так нету ошибок, потому что... Вот Алексей Вязов, вот это сюрприз обещанный Соколовым. То, что запрещено сделать ему в обычной жизни. Вообще, такуйся Вербов, он лидер был связующим, да, ну, пожалуйста. До пола, причем Морлова заставил позащищаться. Вербов и вчера атаковал в команде Либера связующие против диагональных. И пусть и совещание. Очень, очень, очень прилично атаковал. Показал даже забег со второй зоны в четвертую, атаку на двойном блоке. Сейчас, видимо, какой-то симметричный ответ ожидается. Соколов в четвертой зоне приходит. Тоже с задней линии понятно. Но это личный нападающий. Ну, исключение, наверное, оно на это исключение, чтобы постоянно не было. А так, конечно, посмеяться, повеселиться почему-то нет. В хоккей бросают же вратари, там, и голы добиваются. Конечно, и увидеть наших либеро-атакующими, дать понять зрителям и телезрителям, что все волейболисты – это универсальные игроки, и каждый из них, несмотря на то, что ему нельзя нападать, может вполне это сделать. Если связующий должен пасовать, то не значит, что он не может прекрасно провести атаку. О чем и говорит как раз заявка Сергея Гранкина на конкурс нападающих ударов. Ну, а сейчас Гранкин блестящую передачу выполнил. Практически параллельные сетки его руки были, да, и так он умудрился от Блока даже кривцу отбросить мяч. То есть, значит, без сетки его оставил. Валерий Вербидий появился в ночь на площадке. И Блок, Блок, рада, конечно, с участием других игроков. Да, но пришлось как-то нападать так называемым крюком, да, внутри или иных. Но интересно, да, пришлось вот атаковать крюком. Жалко, что этот удар не прошел, очень плотный Блок, действительно, умеют наши ребята ставить Блок. Вот и уже теперь в новых роскошных одеждах. Ну, у нас очередной собеседник на территории Романа Скворцова. Прошу вас, Роман. Да, спасибо, Владимир. Юрий Бережко, олимпийский чемпион составит сборной России, своеобразный джокер. Командой Тетюхина изначально не попал в состав на эту игру. Не обидно, что пропал выходной, Юрий? Да нет, абсолютно не обидно, потому что матч звезд. Всегда встреча друзей, увидеть всех ребят, пообщаться, какие-то новости узнать. Всегда интересно. Позвольте тогда вопрос такой спортивный. Каким образом ваша более опытная команда умудрилась проиграть концовку первой партии? Ну, пока побеждает физика, скажем так, не опыт берет, пока берет молодость. Посмотрим, что будет дальше. Думаю, что победа окажется за вами. Раскройте нам небольшой секрет, кому в голову пришла идея вывести на атакующий удар Либера команда Алексея Вербова, который положил по началу этому параду атак Либера. Я практически уверен, что это была затея Сергея Гранкина, потому что он любитель всяческих таких нововведений в волейболе. Леша справился с молодежью. Что-нибудь еще эдакое ждет нас в этой встрече? Я думаю, что еще впереди очень много сюрпризов. Будем ждать, будем ждать. Ну, надеюсь, и вы нам что-нибудь покажете интересное. Спасибо большое, удачи. Владимир. Спасибо, Роман. У нас сейчас самое интересное начинается концовка непосредственно волейбольного второго сета. Ну, если будет 2-0, отыгрываться будет непросто даже в таком матче, потому что тут команды, мало того, что без слабых мест. Тут, в общем-то, и скамейки такие запасные, если их можно так назвать, невероятно сильные. И, честно говоря, даже немножко иностранные игроки на фоне наших звезд теряются. Да, сегодня не так заметно, что ли, их роль хотят блестящие мастера. Бразильцы тут закрывают нишу чемпионов мира. То, наверное, к чему надо стремиться. У нас тоже еще белые пятна остались. Да, действительно, нам надо выиграть чемпионат мира. Но наши ребята и по вчерашним будням, вот Юрий Бережко напомнил, что это огромная возможность для них и для всех любителей волейбола и для тренеров пообщаться. Все были вчера в дворце спорта «Дружба», и это был целый волейбольный такой, скажем так, конгресс. Да, пообщаться, причем мы видим, да, что не только те, кто на площадке. Вот нам сейчас показали грустного Романа Яковлева, травмированного. Ну, грустно он там, потому что он не здесь, не на площадке. Но это красивый момент. Да, тоже вот, о чем вы говорили, было двойное касание у Курака, который ногой сыграл. А после него забила команда Тетюхина. Тетюхин, ну, это было красиво, и арбитры благосклонны к этой ситуации отнеслись. Ну, наверное, правильно. Тетюхин здорово сейчас обманывал, но там не обманешься, там так просто не пройдет. Внимательно сыграл Сила Желез. 18-17, команда Тетюхина по-прежнему впереди, но перевес минимальный. Да, сейчас выходит Дмитрий Мусырский на подачу. Это момент, который для любой команды тяжелый на съеме. Но вот Дмитрий отказался от силовой подачи и ошибся на простом планере без прыжка. Вот у каждого свой способ выделить. А вот он подал простую подачу, пытался подать. Для него пытался просто не ошибиться, а в результате подача, это, наверное, не сильно оттренировано у Дмитрия. Вот Вадим Хамускин, ближе к концовке сет обновил полностью свой состав. То есть свежие силы бросил в бой. Там и Барта Шкурык, там и Тодор Алексеев, там и Левченко. Наверное, игрок, который меньше других нам знаком, из Шахтера Белорусского. Ну, просто так на этот матч не попадает. В конце концов, мы напомним, что все началось посажать с голосования болельщиков. Ну, Левченко приглашен на матч звезд не только потому, что он представитель немецкого клуба. Белорусского клуба, который участвует в открытом чемпионате России. Но у него отличные показатели игровые. Это один из сильнейших центральных по нашему чемпионату. По количеству блоков идет в тройке сильнейших блокирующих в каком-то статистике чемпионата. Поэтому он реально достоин быть на этом матче. Павловс, один из тех, кто сейчас на виду. Вот Живегородская губерния. Команда открытия этого сезона и Николай Павлов. Понятно, что во многом даже с его переходом, естественно, у этой команды улучшились показатели. Действительно, один из самых ярких игроков. Про каждого хотелось бы сказать, но, честно говоря, просто формата не хватит нашей трансляции. Практически каждый достоин многих слов. Вот Евгений Всевожелец на подаче, который отлично выступает в этом сезоне, набрал роскошную форму. И в составе «Зенита» практически занял позицию опорного доигровщика. И Андерсону пришлось конкурировать с Юрием Бережко за место в составе. Да, у того же Всевожелеца удивительная судьба. Он каждый год стучится просто в дверь национальной команды. И даже на какие-то турниры не попадая, руки не опускает. Ну, и хочу напомнить победу «Зенита» в Лиге Чемпионов в прошлом году. Кстати, вот эта победа была огромной. Нес Юрий Бережко. Юрий Бережко. Ну, да, да. Ну, и второй игрок «Зенита» понятно. Евгений Всевожелец. Ну, как раз в первой партии мы вспоминали, что это воспитанник самотлора, который чествовали первый день праздника, да? Да, 25 лет в клубу, это мы вспомнились. Волейбол действительно давно Нижневартовский. И именно там Евгений Всевожелец был воспитанник. Сейчас не поняли друг друга. Связующий игрок Вермилю, видимо, там была заказана комбинация «Уход за голову», но там столкнулись два нападающих. Ну, Вермилю, по-русски, наверное, похоже, другие говорили, чтобы какие-то замысловатые вещи придумывать. А временно играть их, естественно, не было. Ну, вот сейчас передача одной рукой за спину. И обманул удар от Жигабла. Опять в концовке партии команда Михайлова начинает набирать обороты. И трехочковое преимущество расставило, и превратилось в трехочковое отставание. Отставание, да. Ну, вот пробует Вадим Хамутских, у него и ветераны поиграли. И сейчас вот он более молодой, что ли, состав на площадку бросил все равно. Но у команды Михайлова свое берет. Тайм-аут. Естественно, Вадим Хамутских берет. Ну, вот без перерывов, по сути, тренерских обходились. Ну, здесь у тренеров, наверное, достаточно возможности и замены влиять на игру. Недоволен Вадим Хамутских, да. Замена количества не ограничена в этом формате матча звезд, поэтому, видимо, и перерывы не так чисты. Но вот сейчас Вадиму есть что сказать, видимо. Требует у нас команды, может быть, и в шутливой форме, все-таки довести эту партию до победы, или хотя бы побороться в конце. Вот тот случай, когда проще выйти самому и сделать, да? Наверное, но вот такой возможности у меня нет. Он в цивильном костюме. Тоже для нас новое зрелище. Выглядит прекрасно. Вот 24-е очко набрано, и уже теперь, конечно, трудно будет команде Тютюхина в этой партии побороться за результат. Действительно, Евгений Севажилиев готовит боковую подачу ретро, которую легко принимают, и атака, атака Тютлина достигает успеха. 21-24. Сейчас попытка, последняя попытка погони. 21-24. Ну да, для этого Курых подавал такую шутливую подачу, но вот сейчас что он будет делать, посмотрим. Надо, наверное, рискнуть и попробовать, а что делать. Как расшатать соперника. Рискнул Курых, но неудачно. Второй сет у нас завершается. 2-0, команда Михайлов впереди. Спасибо, Александр Михайлович. Спасибо вам. Ну а праздник у нас продолжится после небольшой паузы. Неудачно окончание. Курых уступил своими за сборку. Супер-звездные жюри. Олимпийские чемпионы. Жальцев Ставин Малибога. Ждем третий сет и поспорим с этой паузой для того, чтобы с одним из главных тренеров поговорить. Роман Скорсов нам такую возможность сейчас предоставит. Спасибо, Владимир. Самый эффектный волейбольный тренер мира на данный момент, вне всяких сомнений. Вадим Хомуцких, скажите, пожалуйста, не возникает желания бросить все и самому выйти на площадку, показать как надо? Ну, если бы вы уже обратили внимание, я так и не привык к этому. Это не мое. Пока, по крайней мере, пока. Вы на данный момент действующий волейболист. Вот каково оказаться по другую сторону сетки, назовем это так, на лапке. Ну, как я уже сказал, к этому привыкать надо. Я пока, может быть, не готов к этому. Ну, ощущения, конечно, двоеобразные. Но опыта набираетесь? Ну, есть. По крайней мере, уже хоть первый раз костюм одел. Геннадий Аковлевич помогает советами по ходу этого матча? Да, помогает. Мы с ним сейчас постоянно разговариваем. Так что, я думаю, нормально будет. У нас еще впереди пару партий, так что, я думаю, мы реванш возьмем. Вы уже предусмотрели, пригрозили подопечным какими-то санкциями за поражение сегодня? Нет, я не такой жесткий человек, как, может быть, это может показаться со стороны. Ну что же, я надеюсь, необходимое. Жесткость появится, и из вас получится отличный тренер. Но только после того, как вы перестанете хотеть быть игроком. Спасибо большое, удачи вашей команде. Тарас Григорович, чем ответите? Роман Александрович, ну, я бы на вопросах эффектности тренера поспорил. Потому что, мне кажется, на Александре Волкове костюмчик сидит не хуже, чем на Вадиме Хомуцких. Поскольку у меня гости, поскольку у меня гости подрастают, уже, мне кажется, пора вставать на цыпочки. Саша, основным главным хотел. Как здоровье, когда тебя ждать на площадке? Ну, здоровье уже намного лучше. Ждать, я думаю, еще минимум полтора-два месяца. А там, ну, будем смотреть по самочувству колена. Сейчас сказать ничего невозможно. Очень простой вопрос, а в то же время может быть и очень сложный. Не знаю, как получится. Кем быть проще, игроком или тренером? Игроком. Игроком. Почему? Это сто процентов, я не знаю. Во-первых, ответственности больше у тренера. Во-первых, все это надо продумать, все подготовить. То есть это больше, так скажем, именно подготовки ко всему. И принимать решения во время игры, чтобы думать, это уже не здесь. А здесь еще столько замен дали. Вообще голова кипит. Ты жестко себя ставишь как тренер перед командой? Нет, нормально. Ребята хорошо относятся, ко всему прислушиваются. Поэтому я очень доволен своей командой. У меня вообще прям все считает. Ты решения принимаешь сам или спрашиваешь советов у Романовича? Ну, не то чтобы совета, больше просто говорю ему, как я буду делать. Как бы подтверждение, может быть, Геншова. Саша, раз еще идет конкурс подачи, вспомни, пожалуйста, самую сильную подачу, которую ты подал в своей жизни. Помнишь? Я не помню, кстати. Вот был, по-моему, конкурс тоже, я в нем участвовал. А какая скорость была, я не знаю, это было один раз в моей жизни, поэтому мне тяжело сейчас это вспомнить было давно. Желаю тебе в следующем конкурсе поучаствовать обязательно на самую сильную подачу. Спасибо. Владимир, вам слово. Послушали мы с интересом главных тренеров. У нас в это время начинаются конкурсы. Ну, собственно, они уже в разгаре, пока на самую сильную подачу. Ну и на нашей коментарской позиции еще один интереснейший собеседник. Коллега во многих отношениях, в том числе и в комментаторской роли немало себя проявивший. Ну и прекрасный менеджер одной из сильнейших команд нынешнего тезона Нижегородской губернии Павел Борщ. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Нет, пока это подача, да, подают команда Михаила. Ну, собственно, там Николай Павлов, там Михаилов, Мороз, такие молотобойцы все могучие. Да, но вчера Павел Мороз установил рекорд, у нас еще 122 километра никто не подавал. Хотя я хочу сказать, что очень странно, потому что та подача, которая зафиксировала 122 километра в час, мяч коснулся троса верхнего. Ну, видимо, там где-то в полете все это делилось. Да, наверное, успели зафиксировать, но вот Паша второй год, кстати говоря, подряд, по-моему, в прошлом году тоже он был, по-моему, 118 или 119, и вот сейчас тоже подал самую сильную подачу, самую быструю. Ну, а у нас очередной собеседник, Роман Скворцов, кому сейчас представит. Денис Бирюков, участник конкурса на самую сильную подачу, не взошло у вас, Денис, я так смотрю, не попали в плачатку? Не получилось. Детку вот слишком прочную повесили, не получилось ее порвать? Ну, да, сейчас сетки такие делают прочно, что тяжело порвать. Накануне Павел Мороз сумел подать со скоростью 126 км в час, установив новый рекорд в матче звезд. Вам приходилось принимать подачу такой силы? Думаю, приходилось. Как бы вы описали ощущения? Очень быстро отскакивает вверх. Ну, вот те, которые, те боксеры, которые дерутся против братьев Кличко, они говорят, что ощущение, что когда тебя бьет Владимир, тебя легает лошадь. Вот, когда вы принимаете подачу Павла Мороза, какое ощущение? Ну, мы не в боксе, но тоже очень чувствуется по руках. У лошади везде ноги, она не может играть в волейбол, да, я понимаю. Тем не менее, тренируется ли вообще сила подачи, ее скорость и собираетесь ли вы на следующий год побороться с Павлом Морозом за этот рекорд? Или силе не надо добавлять, нужно добавить в целкости? Надо во всем добавлять всегда, без чему стремиться. Понятно, спасибо большое, удачи вам, Владимир. Продолжается конкурс, я, честно говоря, не уследил, какой был лучший результат у синих. Вот сейчас, а мы так сидим на нашей позиции. Да, у нас не видно этого, к сожалению, измерительных подач. Ну, скажу, что вчера был конкурс, были вручные призы, просто решили, вот такие выносные варианты конкурсов лучших игроков сюда, в зал большой. Ну, зал тоже, но при большом ощущении публики. Да, вчера не все это видели, вчера пришли только любители волейбола уже такие, со стажем. И наоборот, дети, подрастающие волейболисты, которые только начали заниматься 118 на прядь, да. В публиках заданных величином. Ну, хочу сказать про Павла Мороза, что у него очень, конечно, сильная подача, вне всякого сомнения, но в сезоне он не всегда отличается стабильностью. Но вот на этих матчах звезд, что-то на пашу находит, да, и он и стабильно подает, и сильно. Да, молодец. Сейчас просто сильный. Сглазил, сглазил, да. Ну что, он конкурс выиграл вчера, по-моему, и сегодня. Я думаю, что и сегодня выиграли, да. А нас идет, я так понимаю, на лучший нападающий удар конкурса, то есть интересно. Ну, там, по-моему, заявлены Павлов и Мусевский в одной команде, да, а во второй... А как это вот будет, вот это мне непонятно пара, да, но посмотрим, что ребята ведь придумали. Александр Михайлович просто это внимание Еребенко обращал, который вот во второй партии помогал, не ввести из перепорта, что связующий заявлен на лучший нападающий удар. Ну, нас что-то разработали, что-то придумали. Ну, там не главная сила в нападающем ударе, красотой возьмет, наверное. Возьмет, да, как Алексей Вербов в прошлый раз ракеткой ударил и получил приз. Который, кстати, прыжки из-под байки вытернул. Из-под байки, да, я его не видел. И шел с ней наперевес. А, то есть ее не было видно, да? Ее не было видно, да. Молодец, молодец. Ну, вот сейчас ребята что-нибудь оригинальное придумают. Или красивое, да. А вот как раз, я думаю, что мы через пару секунд и услышим победителя очередного конкурса и в очередной раз победившего в этом конкурсе. Тарас, пожалуйста. Да, Павел Мороз уже чемпион сегодня, матч не закончился, а Павел Мороз уже чемпион. Павел, ты вчера выиграл конкурс подачи, сегодня выиграл конкурс подачи, ты его выиграл год назад в Белберде. Когда ты вообще собираешься остановиться? Я не собираюсь. Почему? Зачем? Пока получается, я только раз. Пожалуйста, как я смотрю, в основном у твоих конкурентов, что вчера, что сегодня подача в зале дружба не летит. Что такое ты знаешь о зале дружбы, что у тебя врачи? Из трех всего одна полетела, но пришлось так, получилось. Ну, может быть, там праздничное настроение, не знаю, какая-нибудь ненастроенность. Тут здесь много факторов. Сегодня праздник, все отдыхают. Слушай, если попасть под твою подачу, как ты думаешь, можно получить сотрясение мозга? Думаю, вряд ли. Всего лишь 118, ничего страшного. Мелочи какие, правда. Павел, с победой тебя и поверить тебе в игре. Спасибо, Тарас. Ну, а мы смотрим за нападающими ударами, что там придумают. Ну, ответственно пытался абсолютно забить Павлов. Ну, и у него, наверное, получилось. По большому счету. Ну, получилось, да, но касание сетки все не отменял, к сожалению. Так-то красиво, вне всякого сомнения. Но надо еще при этом не коснуться сетки. Тут надо кистью сработать. А связу еще много зависит. А безусловно, безусловно. Сейчас что-то другое придумают, да. А, ну они, по-моему, это уже делали вчера. И сейчас, наверное, повторят, когда Коля будет сам нападать. Сам себе пасовать и сам нападать. Совершенно верно. Вот, это красиво. Красиво. Я могу сказать, что в одном матче в советское время это было сделано во время игры. И судья не заметил. Да ладно, да. Это было сделано во время игры. Пасовалась комбинация крест. Что-то в этом роде. Связующий пасовал, уже не буду фамилию называть. Вот. И сам ударил, потому что видит, что никого нет. Прыгнул, сам ударил. И судья не заметил. Потом, конечно, разобрались, очко отдали. Но вот первый момент не заметил. Любопытный момент. Но это говорит о том, какие комбинации так крутили замысловатые. Да, тогда было, конечно, разнообразие большое в действиях. Связующих, нападающих. Подача была другая, прием был стабильнее и лучше. А у нас Мусырский, который вчера выиграл этот конкурс. Который не сможет забить под себя и без касания себя. Забить, так забить. Вот и с силой все в порядке. И техника очень красивая у Дмитрия. Дима вообще потрясающая. Просто феноменальная. Феноменальная. У него координация просто уникальная для таких габаритов. Просто я не перестаю об этом говорить постоянно, потому что это на самом деле восхищает. Я в первой партии видел Леандра Весота, стоящего на площадке. Но как раз в другой команде, из-за команды Петихина. И вспомнил его слова, что когда я вижу Мусырского, меня трясет. Так и хотелось бы. Сейчас задай бы вопрос. Весота подписывает ли его сегодня хотя бы? Я могу сказать, что я Весоту верю. Это естественная речь об олимпийском фенале. Весота я ему верю, да. Весота тоже немало повыигрывал у нас, к сожалению, за последние годы. Но вот запоминается последнее. Запоминается последнее. Но, кстати, сказать, что в очном это противостояние они так и не встретились, потому что Весота в финальной части не принимал. Но, тем не менее, это не... Зато много видел. Зато... Да-да-да. Больше видел, да. Мало прочувствовал, но много видел. И поэтому, наверное, память у него осталась больше, чем у других партнеров. А потом Мусырский там блеснул на позиции диагонально. И то, как никто диагонально может... Это истерили. Да, да. То есть художника великого может только на таком же уровне человек по-настоящему откилить. Совершенно верно. Вот Сергей Чудлин. Тоже человек, который обладает очень... Ну, даже не знаю, как сказать... Задюженной силой, да? Да-да, потому что если посмотреть на него, то он мало похож на волейболиста. Вот посмотрите. То есть это человек, который там ядро, там толкает... Скорее, кандбол даже. Кандбол, что что-то... Ну, не волейболист. Но это не мешает ему совершенно, Сергею, быть лучшим бомбардиром на всякий случай в Суперлиге на сегодняшний день. Да? То есть вот кого-то сковывает такая мышечная масса, а Сергей справляется. Он играть сейчас нам покажет, что тот способен с хорошей, связующей в атаке. Да, но вот почему ему пасуют именно Чудлин, вот это для меня загадка. Так надо. Может быть, это часть, да, это вот гердиозность и запасла. Когда пасует тот, кто совсем не умеет пасовать. Да, да. Судя по этой передаче. Ну, это шутки, конечно. Просто не договорились. Чудлин, пасущий. Вот так. Вот так было задумано. Он попал в площадку соперника. Правда, печи листетки, к сожалению. Ну, это шутливый, естественно, был выпадающий удар. Опять же, если вернуться к советским временам, но правда, это было на подаче. Если подача не касалась нижнего края троса, а такое тоже случалось, и падала на площадку соперника или куда угодно, то требовалось сделать 50-х же мать. Если касалось троса, 25. А если не касалось, то 50. Если требовалось ли в отдельных коллективах. Ну, я от ПЦСК могу сказать, но других не знаю. И кого бы сейчас объявят победителя. Или бы уже прослушали. Петер Пуссенский, если он принимает поздравление в очередной раз. Все те же, кто и вчера, да? Значит, не случайно это все. Значит, не случайно, да. Подтвердили свой высокий класс, ребята. Ну, и сейчас награждение состоится. Получается, по два конкурса выиграли за один уикет такие же игроки. Ну, подача вообще все объективно. Сильнее так сильнее. Тут, конечно, герой, троцера не было. Немцы, которые... Ну, его нет, но я вижу его в зале. Он присутствует в зале. Ну, у него травма плеча. Он улетал в Германию подлечить ее немножко. С больным плечом рекордов не поставили. Да, так же, как и Александр. Будько должен был принимать участие в этом матче, но по состоянию здоровья не смог. Да, мы должны их назвать, потому что их, во-первых, а, выбрали болельщики, и вы выиграли свою команду. Причем не среди последних. Да, да. Титюхин был Гроссера, да, причем там шестое это его было в команде. Ну, а Будько понятно, что он не смог сыграть ни под каким видом. И все об этом знали, поэтому он на последний. Да, поэтому нам не спешили его выбирать. На Гроссера-то рассчитывал Титюхин. Безусловно, безусловно. Сейчас линия диагональных в команде Михайлова выглядит значительно сильнее, на мой взгляд. Во-первых, их трое, а во-вторых, они просто посильнее. Ну да, то есть, получается, все сейчас заметные люди там скопились, да? Ну, хотя, видите, нет, там тоже трое. Там еще Павел Круглов есть, но, видимо, что-то у Павла может быть. Ну, Павел и не на всех матчах последних играет. Скорее всего, да, потому что пока в участие в игре не принимал. Вчера играл Либера, правда, без прыжков, в матче больших против маленьких. Такой же еще матч состоялся. Ну, я смотрю, пока Вадим Хрупский отвернулся, Геннадий Шипулин там активно взялся подкручивать свою команду на ближайший сет. Ну, а мы переключаемся. У нас прекрасный собеседник Тарас Кимошенко. Да, это Дмитрий Мусырский, победитель конкурса на самый эффектный атакующий удар. Ну, и мне приходится, как вы видите, мы забыли опять поставить рядом с нами тумбочку Натальи Кларк, поэтому вот как-то так придется терпеть большую разницу в росте. Дима, покажи, пожалуйста, приз, что ранее написано. Ведитель конкурса лучший нападающий удар. Вообще, все часто, призы не перепутали. Дим, покажи, пожалуйста, а когда ты вообще впервые в жизни своей забил в третий метр? Ты помнишь, сколько тебе было лет? Вообще не помню. Почему сегодня ты не поучаствовал в конкурсе на лучшую подачу? Вчера я на том, что я и пробовал. Да, даже не знаю, просто количество участников ограничено, время ограничено, 5 минут всего дали. Вот, решили, как бы, общим коллективом, что вот три кандидата, вот я пошел в атаку. Ну, твой нападающий удар лучший. Чьи атакующие экзерсисы еще из коллег тебе понравились по ходу конкурса? Да мне, в принципе, все понравились, все своеобразные. Вот. В каждом ударе есть своя изюминка, нужно так сказать. А реально, если очень сильно постараться в дружбе добить мяч от пола до потолка, как-то там? А в Белгороде, во дворце спорта Котт? Желаю тебе, чтобы кандидат твой нападающий удар скачал с потолок в дружбе. Спасибо тебе. Владимир. Спасибо, Тарас. Ждем третью партию, ну и ждем каких-то решительных действий от команды Сергея Дитюхина, который уступает со счетом 2-0. И, наверное, сейчас готов броситься в бой. Ну, а я своему собеседнику Павлу Борькову хочу задать вопрос Тарасу Тимошенко, Дмитрию Мусырскому насчет добить до потолка в дружбе. Насчет дружбы не знаю, потому что потолок, конечно, высоковат. Но я могу вот такую историю припомнить. Я еще играл за дубль ЦСКА. И мы приходили, конечно, смотреть. То есть мы выезжали вместе с командой, с основной, и были на всех турах вместе с командой. И даже там записывали какую-то статистику, вели их, когда первая команда играла. Мы там сидели, какие-то крестики ставили, кто сколько забил, кто принял и так далее. И вот такой спор разгорается среди болельщиков. Мы сидим, а болельщики сзади спорят. Добьет ли Ярослав Антонов до потолка? Это было в Вильнюсе. А сколько там было? Прилично, прилично. А был дворец спорта. Не какой-то маленький зал, это был дворец спорта, первенство СССР, значит, шесть команд принимают участие. То есть все солидно и на уровне, на высоком. И Ярослав Антонов, не зная, что зрители на него спорят, добил таки на разминке до потолка. Не зная, что... А он ставил себе хотя бы такой задание? Да нет, конечно, он просто разменался. Так что вот такие бывали случаи. Да, на эту тему можно много говорить. Помните интересную вещь там про отца Георга Гроссера рассказывали? Да, Георг Гроссера, но правда в очень маленьком зале. Это я лично видел. Мы играли против друг друга. Он добивал два раза, то есть мяч касался потолка два раза, представляете? Потолка, полпотолок снова. Совершенно верно, да. Даже будь зал чуть выше сетки, это уже непросто. Ну там был такой зал небольшой, но достаточно нормальный. Вот он мог два раза добить. Он был феноменально сильный нападающий отец Гроссера. Ну, собственно, это и к сыну его относятся. Так, третий сет, надеемся, не последний, потому что праздник очень яркий в матче Сергея Детюхина и команда Максима Михайлова. Ждем стартовые составы. Во многом, наверное, они определяют планы трейдеров, да? Либо молодые, так назовем команду Михайлову, захочут с трех сеток нажать соперника, а они захотят. Либо Сергей Детюхин найдет вместе со своими старыми соратниками Вадимом Хамуски и Геннадьем Шипульным какой-то контру, да. Да, наверняка они сейчас постараются на эти контраргументы, хотя две партии закончились и были, они были напряженные. Вы видите, 25-23, 25-21, но, тем не менее, команда Михайлова сейчас впереди 2-0, и команде Тетюхину нужно что-то предпринимать. Пока видим состав вроде без изменений, тот, который начинал, да, стартовый. Да, то есть с лучшей силой. При этом он Висота мало совсем поиграл, он там на длительное время потом подменял Тетюхину. Ну, и, кстати говоря, по-моему, подменился совсем неплохо, то есть Сергей вошел в игру. Ну, результат это не дало. Не дало, не дало, да. Но Висота, конечно, очень такой, Висота очень весомый фолейболист в волейбольном мире. Хороший-то связующий. Да, и его как бы нельзя игнорировать, его послужной список, его авторитет в волейбольном мире. Конечно, то, что он начинает, это не просто так. Вот, наверное, все-таки и Шипулина, и Хабуских знают, что делают, если хотят выиграть. Знаете, сколько Сергею Гранкину в жизни доводилось на блоке играть против бразильцев, да, и вот теперь он попасовать может. Да, да, уникальный случай, совершенно верно. И очень интересно. Ногой. Вот что, задумал же гадло. А, кстати, наверное, интересный вопрос. Нельзя, я ему задавал этот вопрос, вчера я получил на него ответ. Понятно, что такое не может быть, и кто это не будет делать. Нет, для меня вот это, кстати, остается до сих пор загадкой, почему нельзя. Ну, видимо, в правилах вот надо просто... Отдельным образом оговорено. Оговорено, да. Потому что, в принципе, ну, касание короткое, не длительное касание. Почему нельзя ударить ногой по мячу, и там... Мяч пролетает там, где положено ему пролетать. Ну, вот вчера была зафиксирована ошибка, когда пытались. Сегодня-то можно все в этом матче. И я думаю, что это и добавляет вот этот вот и кураж, и интерес к сегодняшнему поединку. Именно то, что можно все. И Либера может ударить. Да, мы видели, и ногой можно подавать, и все, что угодно. Ну, и все красиво, и это все интересно. Может быть, когда-то волейбол к этому и придет. Вот, пожалуйста, Алексей обмачает, да, который не может в обычном волейболе нападать. Здесь он нападает без блока, потому что, естественно, его никто не ждет от него атаку. Смотрите, да. То есть все ждали других нападающих. Сергей Детюхин ушел к своему. Николай Афаликов, естественно, ждал атаки из другого места. Но вот получилось то, что получилось. Наверное, вот эта особенность Либера, ну, по крайней мере в нашем волейболе, да, что их специально с детства там не готовят, а через какой-то момент определяется, что игрок не растет, ну, я имею в виду, антропологически, да, и имеет определенные навыки, тогда уже специализацию меняет. Но до этого люди все умеют, всему учатся и подавать, и принимать. Обмачаеву можно здесь отметить, он прекрасно атакует. То есть, в принципе, конечно, он Либера, вне всякого сомнения. О, Павел Мороз почти поиграл. И едва не прошло, да. Тут Тарас Ухтея было бы обидно не поднять этот мяч, он не мог этого допустить, чтобы тот упал. Андрей Ащев, неплохо выглядит Андрей в этом матче, хочу отметить, в отсутствии Александра Волкова на площадке, Андрей прям выглядит таким, ну, я бы сказал, кандидатом в сборную России, потому что многоопытный игрок. Ну, можно много говорить титулов, вот у Ащева их может быть меньше, чем у других. Ну, на мой взгляд, это может быть сегодня вот из центральных самый недооцененный игрок в нашем волейболе. Полностью, Владимир, полностью с вами согласен. Недооцененный и самый стабильный, самый мало ошибающийся игрок, не бросающийся в глаза, но крайне-крайне полезный. Вот. Ну, тут долгое время капитаном команды было в Новосибирске, сейчас в Уфе прекрасно играет. И, в принципе, по-моему, на моей памяти так посерьезно в сборную-то и не вызывался. Сейчас забавный момент. Арбитру на линии желтая карточка показана, видимо, за неправильные решения. Чем очень доволен главный рефери. Больше других, наконец-то, он и до них добрался. Не секрет, что частенько приходится отменять решение арбитров на линии, но, я думаю, доживает это в последние дни все это, потому что уже электроника со следующего года активно везде уже будет. Ну, это правильно, это правильно. Это правильно, чтобы исключать человеческий фактор, вот эти человеческие ошибки, которые выводят, нервируют и игроков, и всех, и приходить к тому, что уже как есть, так есть, более объективно. Вот такой, по сути, прострел за головой играли, да, сейчас? Диагонально такой, по сути, не играется ли? Не играется, да, но висот он очень высокий, ему даже, чтобы ударить такой мяч, не нужно прыгать, там же 2.14, тоже же не шутка, да? Гравки очень техничные, все, что угодно может отдать. Да, Сергей, безусловно, на быстрой игре. Сегодня Сергей чувствует себя, как рыба в воде. Я имею в виду, быстро вот эту передачу. Чем ниже, тем он лучше ее чувствует. То, что мы сейчас и увидели. Это для красоты, так что Олег у вас какой-то табличкой есть. И сейчас, да. Вот подсказывает, я вам скоро. Таблички можно мне, оказывается. Это тоже домашнее, я вам доказал. Таблички можно всем. Можно всем. И пока еще ретро. Опа. Олег такое невозможно. Вадим Клуских-то пизжачок-то сбрасывает, безусловно, чебачок-то снимает. Так, а что... Ответный шаг. Протесгал, стуком расстаться не решился. Их замена. А он паснет, что он сделает. Паснет. Паснет. Для этого надо еще принять. Алексей Вербов отказывается принимать подачу от Олеговна. А подача непроста. Очень непроста. Если бы еще на... Вадим Клуских обманных ударов решил. Романыч. Вадим Клуских обманными ударами решил вести игру. Ну, Вадим Клуский действующий игрок. Третий обманный удар подряд. Так они могут долго продолжать. Он и будет, нет. Ну, Андреа сейчас ставит точку, да. Кстати, хочу отметить. Вадим проводит очень неплохой сезон. Он сейчас подключился к Ярославичу. И вот последняя игра они выиграли у Искры. Прервали 15-ти игровую серию. Как сказать-то правильно. 15-ти игр команда не выигрывала. И тут выиграли у Одинцова на своей площадке. Взяли 3 очка полноценных. И это как раз с приходом Вадима Клуских в команду. Вот команда, можно сказать, преобразилась. Нет, довелось на первый матч ездить в Ярославль. После того, как он в этом дворце спорта вернулся. А там не очень большой зал. Вот, конечно, действительно люди висели на всем, что можно висеть. Все проходы были запиты. И такая атмосфера. Причем они понимали, что их команду там от плей-аута уже не спасти. Но они пришли как в театр. Наверное, на большого великого мастера. Но я думаю, что Вадик их не обманул от ожидания. Ни в коем случае. Там такое удовольствие все получили. Несмотря на то, что проиграл там Ярославль. Исту как раз игру. Но это было очень зрелище. Нет, я, конечно, восхищаюсь нашими ветеранами. Там и Хомуцких, и Ушаков, и Шулепов, и Яковлев, и Тетюхин. Это просто... Ну, сохранить себя на таком высоком уровне, на такое долгое время. Это достойно всяческого уважения. И ребята играют, по сути дела, ключевые роли в своих командах. Да, никакие не статисты. Ну, я тогда на скидку не скажу. Есть у нас в 43 года в игровой филе спорта игрок, определяющий игру в своей команде. Ну, только если Ирина Кириллова в женском волейболе. Там еще и побольше, по-моему. В этом сезоне, по-моему, она не играет. Нет, нет, но там, по-моему, ей было больше. Больше, да, да, играла. Она играла пару лет назад. То есть ей там, по-моему, 40... Ну, не будем про женщин, но старшая Вадима она была. На высоком уровне таких прецедентов мы не знаем, наверное, да? Ну, да, у нас технический перерыв. Команда Тетихина впереди. И собеседнику Романа Скворцова. Спасибо, Владимир Дмитрий Ильиных. Олимпийский чемпион, составит сборная России. Игрок команды красных. Вы сегодня решили все призы забрать? Выиграть матч? Выиграть все конкурсы? Было бы неплохо забрать все призы. С настроем выходили. Повеселить народ. Очень приятно находиться в такой атмосфере. И всем все нравится, я думаю. А вы не боитесь, Дмитрий, обыгрывать своего клубного наставника? Ведь Геннадий Яковлевич помогает сегодня Вадиму Хамутских стать тренером. И пока не очень получается. Не боитесь вместе по возвращению в Белгород? Особо нет. А там посмотрим, как будет. Уже наставники выходили на площадку. Что-то еще в загашниках осталось? Была небольшая задумочка, но мячей не оказалось. Так что, наверное, не получится сегодня. Мячей утяжеленных, что ли? Нет, большое количество, только игровые мячи. Я понял. Хорошо, игра продолжается. Спасибо, большое удачи. Владимир. Спасибо, Роман. Ну, а у нас Андрей Ащев на подаче. Вы, знаете, заметили, что подачу упростили, да? То есть, для того, чтобы прием был лучше. Ну, нападение немножко, да. Для того, чтобы можно было разыгрывать какие-то интересные комбинации. Ну, да, и нападать тем, кто может быть меньше. Нападать. Либералцы. Вы еще побольше обманываете. А это, конечно, нужно сделать только с хорошего приема. Да, да. И вот все команды подачу серьезно упростили. Я вот смотрю сейчас. Вот это единственное, что может в волейболе быть упростили. Чем-то удивить. Такого раньше не было, скажу честно и откровенно. Играли в волейбол. Когда-то играли потому, чтобы выиграть. Когда-то играли просто там, чтобы было хорошее настроение. Но вот такого, чтобы придумывать в каждом моменте какие-то новые вещи, такого раньше не было. У нас много чего раньше не было. У нас 12-ти олимпийских чемпионов в площадке. Древненько не было, скажем, в советские времена последний раз подобные. Можно было придумать. Но тогда таких матчей, к сожалению, не играли. По крайней мере, я не припоминаю. Нет, нет. Ну, конечно, эта Олимпиада, она вообще дала глоток воздуха. Всем волейбольным людям в стране. И всему волейболу. Даже не будем так узкой это все. Действительно, все. Потому что мы, как мы с вами были, Владимир, сдали. Мы видели всю эту атмосферу, когда люди просто, ну, уже лежали, лежали, рыдая на полу. Потому что ничего не получилось. И потом постепенно, постепенно с этого пола поднимались. И как ликовали после того, как все закончилось хорошо. Это нужно было видеть. Да, вот эти наши болельщики. Те люди, которые... Да, безусловно. Ну, многие, я думаю, из них и не верили. Честно говоря, что можно победить в этой игре. Но это произошло. А Марлон подает уже... Из-за рекламных счетов. Из-за рекламных счетов. Причем... Дробью. Горстями. Горстями. Как у тенниса. В теннисе же две подачи. Почему в волейболе не может быть две? И замену просят тут же. Долго возвращаться на площадку. Проще кому-то из зоны разминки прикинь. Ну, и потом формат матча такой. Да, вот. Обычно мы все-таки кого-то с кем-то сталкивали. Ну, так образно говоря, конечно. Звезды наши против иностранцев. Западного спорта. Ну, а здесь команды, где все в перемешку. Где каждый мог ощутиться в другой команде. Где все друзья. Тетюхин с удовольствием, наверное, взял бы половину людей. И кого успел выбрать до него Михайлов. И наоборот, там, да, тот же Мусырский он оказался. Нет, я знаю, что Тетюхин с удовольствием взял бы своих друзей по сборной прошлого созыва. Да, да. Яковлева, Казахова, Шулепова, Мушакова. Но тоже болельщики не дали ему такой возможности. Да, всех упомянул. Да, но это действительно была блестящая команда. Ну, вот не всегда, вот видите, так складывается спорт, что не всегда блестящая команда добивается максимального результата. Хотя полностью согласен, команда была очень хорошая. Ну, вот, например, мне так далеко ходить не надо. Стоят поляки. Настолько они мощно выглядят перед началом Олимпиады. Просто не знали, как на них смотреть. Невозможно. Финал мировой лиги просто казалось, что это безупречная команда. Такую машину тогда раскрутили. И как мы их убрали в четвертьфинале? Да, совершенно верно. Вот не справились, может быть, с каким-то волнением. Может быть, пик-форму прошел, такое избитое выражение. Но, тем не менее, оно играет не последнюю роль в спорте, да? Ну, не показали поляки, показали мы. Вот, Тарас Хтей показывает жестом, что он сейчас кого-то своей подачей пригвоздит к полу. Ну, посмотрим. Удивит, как минимум. Восемь секунд! Рискует. Обмочаем. Там и в приеме в атаку пошел. Выпал в Либера. Сейчас по пламу перетекут до передней линии. Все трое такое ощущение. По-моему, они стоят и не переходят. То есть команда Михайлова играет без перехода. Такой был азиатский волейбол. Вы помните, вообще слышали? Что 9 человек и без перехода играют. То есть не 6, а 9, и без перехода. Ну, вот это что-то... Хотя нет, вот там Мачаев пошел на переднюю линию. Уже ли будут три Либера на передней линии? Вчера-то были, когда Либера играла с пасующими. Вчера же был такой матч. Либера-пасующий против диагональных и центральных. А у нас первый трех висотке сработал. Ну, я просто уверен, что в своей жизни волейбольной висотой обязан просто своим габаритом ростовым. Был начинать как первый трех. Да, совершенно верно. Поэтому это в него ни в вековинку, ни в новинку. Так, Геннадий Яковлевич. Геннадий Яковлевич. Так, ну посмотрим. А меча-то не дают. Обеча не дают. Теперь надо перевить сетку. Перерыв волка под сильной подачей. Это боится, естественно. Под сильной подачей берет перерыв. Блестяще. Вербов разминает Геннадия Яковлевича. Правильно делает. Без разминки нельзя играть в волейбол. Можно травму получить. Вообще, очень травматичный код. Хочу отметить, одних только переломов много. Даже не буду говорить, сколько и у кого. Ребята, все знают. И самая вроде, да, рядовая травма перелом. Очень травматичный сезон. Владимир Беляев, многолетний массажист Белогория. Сборная России, когда в Шипуле работал. Заменитый Гемельянович. Гемельянович. Гемельянович, да. Ну все, теперь Геннадий Яковлевич опять подать эйс после такой обработки практически всего тела. Различными специалистами. Знаешь, что и в томатах команды работают те, кто близок к тем, кто команды формировал. Поэтому не случайно Владимир Беляев в команде Детекина находится. Нет, конечно, не случайно. Не жалял. Надо принимать, ребята. Здоровичка поднакопил. Слишком сильное раздвижение. Две подачи. Правильно, сборный мяч. Я согласен. Я согласен. Потому что Либера команды Михайлова, Соколов, должен был этот мяч принимать. Потому что Вербовц поступил, пока Олег попадал. Правильно взял. И, значит, ну вот сейчас посмотрим. Вот сейчас, сейчас. Нет, смотри. Но он и попадал. Поэтому обязан был к оборотке. Ой-ой-ой, вы посмотрите. Шипулин играет в защите в пятой зоне. Какой выбор места? Школа Юрина Умыча Венгеровского. Это не пропадает, загадает. Прочитал Геннадий Якович, прочитал игровую ситуацию. Я не слаботал. Но команда набрала очко, конечно. Да, и команда Чучукина впереди. Мы давайте не будем давать на счете. 15-9. И пошла подачка. Ну, тут таких защитников, как Шипулин, не нашлось. Не оказалось, да. Геннадий Якович был на задней линии. Поэтому, да, ну что ж. Был бы на передней мяч, бы подняли, я думаю. Приняв свою порцию поздравлений, может спокойно отправиться на скамейку за пасы. Молодцы, молодцы. Все, все просто молодцы. И настроение потрясающее. Нет, Павел Мороз не дает пробиться висоту второй раз. Да. Никогда в центре Алексея Остапенко. Потому что Алексей, я вам скажу, такой длины, что еще Дмитрий Мусерский, ну, конечно, будет выше, но не намного. Вот. Поэтому, когда Леша в центре Остапенко, лучше... Дмитрий Мусерский должен об этом помнить. Ну, это об этом все помнят и знают. Просто вот для зрителей хочу сказать, что помимо того, что Леша высокий парень, еще и очень длинные руки. Ну, и всем, конечно, интересно, насколько вы можете оценить, как у Клуберга в эфире он восстановился. Можно же говорить о хотя бы физических возможностях, как та процента? Я думаю, что он очень к этому близок. Он проделал огромный путь, много работы сделал. И близок уже к своим максимальным кондициям. А у нас собеседник Тараса Тимошенко. Пожалуйста, Тарас. Владимир, спасибо. Вячеслав Алексеевич Зайцев, один из лучших связующих мирового волейбола 70-х и 80-х. Сразу не по борису этого слова. Вячеслав Алексеевич, знаете, о чем хотел вас спросить? Тут тренеры выходят на площадку со страшной силой и практически ломают игру соперников. Как вы думаете, может, вам сейчас стоит выйти передачку качественную отдать? Да вот мы тоже сейчас с Александром Ставиным сидим на трибуне. И тоже думаю, может, нам тоже выйти вспомнить молодой. Либера нападают со страшной силой и все успешны. Как вы думаете, может, еще Либера на подачу выйти? Я так думаю, что это новые правила уже ввели. Потому что ИКВ хотят правила поменять, но теперь все-таки там новое делают. В одной команде больше молодых игроков, в другой команде больше ветеранов. Как вы думаете, на чьей стороне правда? Я думаю, что это логично, потому что наша сборная выиграла за счет ветеранов на Олимпийских играх. И команда сделана тоже для этого. Будем надеяться, что те молодые, которые находятся на другой площадке, продолжат эту традицию. Александр Алексеевич, спасибо. Ждем вас на площадке сегодня. Прекрасное интервью, прекрасные собеседники. Действительно, Зайцев, Савин тут. Поработал в первой партии с нами Юрий Панченко. Вот он и готовый линия переднего серия. Я могу продолжить дальше. И Олег Алексеевич Малибок, и Вадим Раджиев, и Гонро. Все олимпийские чемпионы 2010 года, которые живы и здоровы, все здесь. И наконец-то этот мостик протянулся. Между ними и сегодняшний днём. Знаете, с одной стороны, может быть, и хорошо ощущать себя последними, но я думаю, что это не в этом случае. Я думаю, что все-таки эти люди хотели, чтобы за ними пришли следующее и другое поколение игроков, которые бы тоже выиграли олимпийские медали. И наконец-то вот в прошлом году это случилось. Вот сейчас Ильяных такую шутливую зарисовку с Тюцелью, Ильяных принял на ту сторону под нападающий удар. А сколько раз в играх, это не шуткой случается, а? Конечно, конечно. Это заводка. И тут уже нападающие не прощают. Но, правда, и здесь не прощают. И здесь не прощают, да. Не, ну здесь передача была по такой траектории, что было видно, что он её отдавал. Обычно всё-таки сбитый приём, он высоко бяч на сетку улетит. Здесь прям как на блюдечке припадёт. Нет, какие-то заготовки, безусловно, есть у ребят. Они их реализуют и реализуют, надо признать, очень качественно и очень наглядно всё это показывают, как можно играть в волейбол ещё и вот такими вот какими-то вещами, которые в обычной игре просто не делают, потому что накал борьбы не позволяет. Ох, какой волочина-то! Ну, Тодоров это один из лучших блокирующих, да, в суперлиге, и поэтому бить через него пайп не садит. Так, в следующий раз в тень чистую сетку просто видел уже перед собой. Смотрите, выросло два человека моментально. Да, да, да. Моментально. Вот только никого не было, как говорится. Тодоров на блоке в большом порядке, переносит руки. Да и Мороз там не лишний был. Не лишний, не лишний. Не пристроился, Паша отреагировал на эту передачу. Алексей Стапенко, а как его подача? Возвращается? Я просто, к сожалению, не очень много, повторюсь, видел игр губернии в последнее время. Не-не, Алексей добавляет и подача возвращается. Я думаю, что к окончанию сезона он ещё наберёт, добавит кондиции и физических, и волейбольных, и подача будет более стабильна. Потому что сильная, смотрите, она есть и сейчас. Но вот стабильности не хватает, да. Я думаю, что всё это в конце сезона обязательно будет. Это Алексей, на мой взгляд, сборной России в этом году пригодится однозначно. Вернётся туда, откуда он ушёл с этой вот травмой. Выписывал травму, скажем так. Сам то он не вышел бы, я думаю, ни в коем случае. Судя по всему, характер, судя по всему, есть. Распарит всё-таки восстанавливается. У Лёши есть и характер, и огромное желание, огромная мотивация. И вообще хочу отметить, что человеческие качества... Всегда в коллективе очень положительно все отзывались об Алексея. Ну что ж, в самое время сосредоточиться на игре. На счёте, точнее. Тоже красотку мы смотрелось, наблюдаем. А тут вопрос, что команда Тетюкина, доведёт ли эту партию до победы? Во всех сетях она вела до поры до времени. Не, ну сейчас опять мы вернулись к нормальному волейболу. Посмотрите, ушли все библи, все тренеры. Какие-то шутки. Все ушли, да. Ну правильно, первая часть партии, и все шоу-моменты. А тут дальше самолюбие. Ну как говорят, волейбол начинается после счёта 20. Вот, пожалуй, ответ. 20 на таблон увидел. Ответ от Тараса. Те. Ну Тарас не самый слабый, блокирующий, надо признать. Нет, я вспоминаю пайп, когда его закрыли. А, да, да, да. Мороз там участвовал. Мороз участвовал, да. Я понял, понял, параллель, да. Тарас не забыл, посмотрите, как реагирует. Это ответ, это не просто блок. Да, совершенно верно. Вот Андрей Ачев на подаче. Сейчас как будет уже, сейчас посмотрим на его подаче, как он. Нет, всё-таки подают пока простую, ребята. Что-то хотят, чтобы он. Вы знаете, я хочу отметить, знаете, какой момент, что подача очень простая, приём очень качественный, но каких-то супер-быстрых комбинаций мы не видим постоянно. То есть, да, какой-то видели от Гранкина, да, что-то там ребята придумывают, но эпизодически. А вот, чтобы каждый раз, такого нет. Ну, они играют тот волейбол, в который сегодня играют. Который привыкли, да, конечно. Да, вот трудно всё время, каждый раз придумать. Во-первых, волейбол вообще на элементы разбить. И чтобы в схему внести на визу какую-то, это непросто. Да, и масло масляное уже, конечно, будет. Да, да, полный сделок. Коля заступил, но судьи не замечают сегодня ошибок. Не разрешили. Всё, всё. У нас поделился тайный знак Александр Михайлович Серёжников. А, разрешили всё. Немножко так чуть меньше видеть, чем положено. Тогда надо игрокам сказать об этом. Они тогда могут подавать уже не с этой линии, а с трёхметровой. А вот игрокам не надо, они подают сильно, да. Правильно, правильно, конечно. Быстро на передаче в край Алексея Родичева, который тоже является уже не первый год капитаном команды Сургута и её главной ударной силой. И тоже один из кандидатов в сборную России. Думаю, что вот за, в чём, в том числе Алексея Родичева, будущее нашего волейбола, поскольку мы всё-таки заканчиваем наши ветераны. Сергей Тюхенович Набирил и непонятно, Тарас будет играть, не будет. Не то, что закончится, не захочется, но позволит мне здоровье. Да, к сожалению, он без спорта ищется своими травмами. И вот приходится нам думать о новой команде уже в следующем году, о новом тренере. И, наверное, строить какие-то планы на перспективу, на то, чтобы, да, привлекать, безусловно, привлекать тех олимпийских чемпионов, которые у нас есть. Но всё равно выстраивать какие-то новые взаимоотношения, потому что в команду вливаются новые игроки. Это всегда требует изменения конфигурации, изменения конструкции, да. Она уже не будет прежней никогда без Тетюхина, да, может быть, ещё без кого-то. Поэтому будет очень интересно посмотреть, какие решения в этом плане будут приняты. Пока наши ветераны, вы знаете, играют так, что дают форум многим молодым. Мы уже, по-моему, определились, что ветеранами наших игроков называть нельзя по определению. Они видеть бывают никогда. Никогда. Только даже когда заканчивают, они всё равно остаются. Нет, ну я слышал, что Игорь Шелепов что-то феерическое в Нижнем Новгороде сейчас показывает. Игорь молодец, молодец, и, честно говоря, там уж не знаю, какая у Игоря молодость, но действительно, когда он к нам пришёл, он просто встал на площадку, как будто он там стоял всё время и не уходил оттуда никогда, да, и провёл там сезон 5 в этой команде с этими людьми, и на том уровне, которым он играл всю свою жизнь, на очень высотом. Игорь, он сейчас всю жизнь поражал, он никогда ничего ни с кого не требовал, просто делал сам, брал и делал сам. Да, 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 даже если за другого, там, просто молча, тихо брал и делал, да. Трудяга, трудяга, Игорь, трудяга, и вот такой, знаете, как называется, лидер, непросткий лидер, тот, за которым идут, не потому что он там берёт за руку и говорит, пойдём за мной, а просто за ним идут, потому что он по жизни такой человек, за ним приятно и комфортно идти. Дважды поднимал этот мяч Вербов, и что второй попытка далось, красиво было, потому что он старался, он страховал. Знаете, я вот хочу сейчас привести некую параллель, сейчас эпизод мы досмотрим, чем он закончится, очень интересно, потому что долгий розыгрыш. Алексей Вербов не даёт мячу никакому упасть, хотя скидка была достаточно неожиданная. И опять Вербов на месте. Может, они договорились, что бьют только в шестую зону, где Вербов стоит? Да, надо ещё поднять. Говорит, что попасть туда надо, где он стоит. Ох ты, удар крюком. Да, Вербова не оказалось на этой стороне. Вот что я хочу сказать. Если говорить про хоккей, говорят, матч звёзд – это трагедия для вратарей и праздник для нападающих. Вот здесь можно применить то же самое, но тоже самое, в какой-то другой интерпретации. Праздник для нападающих, всё, а для связующих… Для связующих, да, это… Проблема в том, что нет сыгранности. И слово Роману Скворцу! Экспресс-экспресс-экспресс-экспресс-экспресс. Там шоу делать отличное, как в Польше, так же. Мне нравится очень. Скажите, Алексей, вы следили за ходом драфта? Не обидно, что вас выбрали так во втором десятке? Не, мне вообще-то не разница. Это не обида, ничего. Как-то разницы нет никакой. В баскетболе один раз провели матч звёзд в формате смешанных команд. Мужчина и женщина играли вместе. Ваша супруга, Наталья Обмачаева, вот при таком варианте, серьёзно бы усилила вашу команду. Стоит Федерация волейбола рассмотреть вот такой формат матча звёзд? Да, я думаю, это даже веселее будет. Спасибо большое. Удачи вашей команде. Четвёртую партию мы всё-таки посмотрим в этом прекрасном матче. И при всех шуточных моментах, да, ну видно, что посерьёзнее так команда Титюхина подошла к результату этого сета. Ну, безусловно, 2-0 не хочется, вернее, проигрывает 2-0. Никому не хочется закончить 0-3 и всю эту историю. И, конечно, побороться, продлить этот праздник. Я думаю, ребята постараются сейчас, может быть, и в пятую даже уйти. Посмотрим. Но у вас возможность закончить свою мысль в сравнении с хоккеем. Я хотел сказать, что связующим очень сложно, потому что вот за полтора дня, которые ребята вместе, наладить взаимодействие, ну вообще невозможно, могу сказать, однозначно. Вот. И, может быть, в какой-то степени Сергею Гранкину полегче он и в сборной поиграл с ребятами, и в каких-то, с какими-то там, с Андреем, например, Ачева, в клубах поиграл. А, допустим, к тому же Марлону, Жигадла, Вермилю, ну им крайне тяжело. И вот это видно, что, ну, высочайшем уровне связующий, что там говорить, какие-то ошибочки все-таки бывают здесь, проявляются именно из-за того, что не сыграны. Ну, я уже сказал, это очень сложно за такой короткий строк. Ну да, тут волею судеб получилось, что связующих и диагональных одной национальной сборной разделили по разным командам. То есть ни с кем не сыграны. Потому что, получается, Жигадла с Куроком в разных командах, и Марлон с Виссотто тоже. Да, совершенно верно. Ну что ж, сейчас, я думаю, будет уже интересно. Самое время подумать о результате командам. Так, вроде бы, Ливы Лина искал, что исчерпан запас каких-то шуток. Ну, действительно, бесконечно на эту тему тоже нельзя говорить. Так что посмотрим, интересно в любом. Четвертый сет в матче команд Тетюхина и Михайлова. Не знаю, будут ли еще когда-нибудь такие команды в истории нашего волейбола. Но будут обязательно. Не факт, что именно Тетюхина и Михайлова. Да, но получилось здорово. На самом деле, получилось здорово. Результат ни на кого не давит. Оно в матчах звездки вообще так не бывает. Но все-таки, когда сборная России играла против регионеров... Один, я помню, матч была за рубом в Сургуте страшная. Когда иностранцы очень сильно выиграть хотели, да? И выиграли в итоге. Да, выиграли, я помню. И тренировал Владимир Олег на отборную России, тренировал Даниэль Баньоли. И 3-2 в Сургуте матч закончился. Там болл пасовал и была очень сильная у регионеров компания. В сборной России тоже не слабые ребята выступали, как мы понимаем, прекрасно. И вот они там зарубились со страшной силой. И я скажу, что это тоже звездный формат. Матч такой серьезный, на высоком уровне, и вполне небольших мастеров. Даже если они ничего не придумают, это уже зрелище великолепное. Безусловно, безусловно, когда есть определенная подоплека, да, там, эти против тех. Это всегда тоже для зрителей интересно. То есть надо чередовать, на мой взгляд. Один раз вот такое веселое шоу, второй раз, может быть, и какую-то принципиальную игру придумать, чтобы какая-то затрамочка была. Да, безусловно, наверное. Ну, сейчас, в целом, сильнейший, да, опять составы стоят, да, тех составов, которые хотят играть в волейбол и выигрывать. Если я правильно понимаю. Ну, у Вадима Хомутских много замен. Теперь, получается, у команды Волкова более боевой состав. А что, какая замена, значит, получилось, что нет Тетюхина? Ну, наверное, Сергей реально уже хватит, да, то есть две партии отыграл. Ну, Тетюхина, Паликов и... Да, а, Эксея нет, да, 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 да. Ну, там начинал Бирюков-то сегодня, по-моему, чуть не дали... Не, начинал Хтея, по-моему. Начинал Хтея, да, как раз я сверился с составом. Ну, просто столько замен, что все в голове невозможно было. Не, ну, знаете, когда мы говорим о том, что Денис Бирюков и Барта Шкурок, это что-то такое не очень, но это как-то звучит, да, из наших уст, что уже совсем зажрались. Не, думай о стартовых составах, все-таки в матчах звезд вот это понятие стартовый состав, оно как-то святое такое, что ли. Ну, да, да, да. Да, как ни крути, это выбор, это выбор. Конечно, другие не менее достойные. Не, ну, просто тут участвует лучше из лучших, да. Мы должны прекрасно понимать, что каждый принимающий участие в этой игре – это звезда. Реально, на сегодняшний день не только российского волейбола, но и мирового. Потому что мы знаем о том, что наша Суперлига, не будем даже уже говорить, одна из сильнейших, скажем, прямо сильнейшая на сегодняшний день. Вот в этом сезоне могу без ложной структуры сказать, что Российская Суперлига в этом году сильнейшая лига в мире. Ну, что уж тут скромничать, на самом деле, в одной лиге столько олимпийских чемпионов. Никогда, наверное, не играл. Потому что американцы, они всегда по лигам разъезжаются, бразильцы тоже не все дома играли далеко. Поэтому, я думаю, никогда в чемпионате не играл такое количество олимпийских чемпионов в одном. Сто процентов с вами согласен. И плюс просто вот накал борьбы в этом чемпионате какой-то запредельный. Вот посмотрите, проходных матчей вообще не осталось настолько непредсказуемого результата. Это говорит об уровне, об уровне чемпионата. Потому что, если бы мы говорили, да, что результат непредсказуем, но играют там неизвестные люди, тогда, ну, результат результатом, а уровень уровень. Ну, когда мы говорим, что играют все сильнейшие, они не могут гарантированно выиграть. Большая часть действующих олимпийских чемпионов, берем действующих кто? Это русские, американцы, да, кто там был еще? Бразильцы были. Все играют в России практически. Сербы еще, ну, сербы уже, наверное, сошло это поколение практически. Ну, только Горбич и Милькович, наверное, да. Да, но они у нас и не играли никогда. Они у нас и не играли. А так тоже немало сербов поиграло. И Горбич старше был здесь, и Мишурович, я помню. Ну, достаточно, да, да. Тут было немало олимпийских чемпионов. Михайлов, да, тут, видите, вот серьезность. Не хотят в пятую партию выходить, ребята. Да, там почти стартовый состав. Даже, я бы сказал, уже улучшенная модель, потому что Тодоров сегодня, наверное, один из сильнейших центров в нашем чемпионате. Ну, да, если человек умудряется неоднократно по 10 блоков за игру ставить, то что говорить. Ну, а Кривец. Лучший подающий. Может чемпионик об этом сейчас, да. Надо идти в погоню. Если я правильно помню, Тютлин больше всех набрал очков, Кривец больше всех подал подачи, и Ащев больше всех поставил блок. Да, они сейчас все на площадке получаются, да. Все на площадке, да. Все на площадке, да. Команды Сергея Тетюхина. Вообще, если так взять по миловым титулам, то вот сейчас на этом матче звезд есть носитель абсолютно всех титулов в мировом волейболе. Здесь олимпийские чемпионы, бразильцы чемпионы мира. Вермиле выигрывал чемпионат Европы. Поляки выигрывали. И поляки выигрывали мировую лигу вместе с нашими. Кубок мира выигрывали наши. Большой чемпионский кубок выиграли бразильцы последние. Абсолютно все, что разыгрывается в мировом волейболе, вот есть победители всего этого здесь. Да, и поэтому мы говорим, что мы наблюдаем сильнейших людей в мире по этому виду спорта. Давайте наслаждаться. Лучше, чем они, в эту игру никто не играет. На этой планете Земля, да. Это точно. Зал заполнен практически на 100%. Свободных мест 2-3%. Он был полный изначально, просто кто-то приходит, уходит, это понятно. Ведь не многие пришли. Нет, я к тому, что в Москве давно не проводилось это мероприятие. И вот вернули в этом году. И посмотрите, как вы точно говорят, в Москве невозможно, люди не ходят, там много всяких мероприятий. Вот посмотрите, полный зал. Надо отдать должное, конечно, Федерации волейбола, которая сумела все это организовать и привлечь зрителей. И, ну, действительно, вот то шоу, которое мы видели, ведь за час же до начала игры уже началось представление и выступление там ансамблей всевозможных, и танцевальных коллективов, и так далее, и так далее. И это было очень красиво. Ну, да, и определенный ажиотаж на улице. И, не знаю, там, лично не слышал, но мне говорили, что до двух с половиной тысяч люди предлагали за билет. Да, чтобы сюда попасть. Да, вот коллеги мне сказали, не знаю. У меня лично не спрашивали, хотя билеты спрашивали просто. Я просто ценой не интересовался. Я приехал в зал за два с половиной часа до начала. И уже был народ. И уже был народ. Ну, а у нас собеседник, на сей раз у Тараса Тимошенко. Тарас. Да, Владимир, это один из сильнейших диагональных нашего чемпионата, победитель Кубка ЕКВ Николай Павлов. Николай, скажите, пожалуйста, в ситуации, когда состав команд на матч звезд зависел от выбора по существу только двух игроков, как вы считаете, команды равными получились? Ну, я думаю, равные команды, у каждого был шанс взять любого. Но я думаю, в этом чуть-чуть есть какая-то такая интересная ситуация, что и Михайлов, и Тетюхин собирают для себя команды, но один пытался для себя выбрать более возрастных игроков, второй пытался более молодых. И, в принципе, так все и получилось. Только единственное, я попал к Максу в команду, он меня выбрал первым. Так получилось, что... Хотелось бы за ветеранов поиграть больше, да? Нет, нет, почему я очень долго. Ну, в принципе, я один из старых в этой команде, как бы, но... Очень приятно с ребятами играть, и вы видите, здесь хорошее шоу. И людям нравится, полный залп, хорошо болеют. Вот, кстати, есть ощущение, что, по-моему, сейчас с этой партии шоу-то закончилось, и такая рубка по-честному идет на сто процентов, нет? Ну да, может быть, люди, наверное, соскучились за две партии за настоящим волейболом и хотят увидеть зрелище именно настоящего, которое все-таки происходит на площадке регулярно. Вот вы видите сейчас, что происходит на площадке, сейчас действительно команды бьются, уже не шутят, не играют, а уже играют на результат. Я думаю, это будет завершением этого зрелищного матча. Это мне кажется, что мы, по-моему, начинаем отнимать хлеб от хэл комментаторов, потому что этот матч мы уже реально комментируем здесь, по-моему, в миг-зоне. Владимир, вам слово. Спасибо. Ну, а так Николай аккуратненько дал прогноз. Да это все, говорит, это будет завершение этого матча, то есть команда Михайлова не собирается дело до пятой партии допускать, но посмотрим. Ну, кстати говоря, правильно Коль сказал, что по возрасту он больше подходит к команду Тетюхина, потому что там пару-тройку лет, все-таки он постарше тех ребят, которые играют за команду Михайлова, но вот такой выбор нужен был для Горда. Не будем забывать, что Михайлов лично себе дублера подбирал. Получается так, да, совершенно верно. Поэтому тут в паспорт не заглядывал. Ну, вот сейчас на площадке-то мы давно уже видим Павла Мороза. А, нет, вот смотрите, у них постоянно идет эта ротация. То есть вот то, что, в общем-то, Владимир Олег практиковал и в предыдущих матчах звезд, когда постоянно двойная. Двойную-двойную, да? Двойную-двойную-двойную, да? Несколько раз, да. Дабл-дабл. Ну вот Паша Мороз, который всех удивил подачей. И Бирюков, который долго рассказывал о том, как ее принимать. Тут был у нас и экспресс-интервью. Так что мы все это видим в жизни. Ну, Леха Вербов, конечно, реактивный защитник. Ничего не скажешь. Кто там так пасовал? Пасовал Жене Сивожелез. Сивожелез, да. Вчера мы видели, когда пасовал, значит, у больших пасовал Павлов и Мусевский. И оба, значит, постоянно хотели и когда удобно, и когда неудобно отдать первому. Но не всегда получалось. Вот сейчас в комбинации крест была сыграна. Я еще сидели, когда на трибуне, удивлялся. Но самая простая из прошлого комбинация. Почему ее никто ни разу не сыграл? В прыжку вот эту вот между зон играли. А вот крест, это вот сейчас классический первый раз сыграли. И даже Марлон немножко завысил. То есть то ли не умеет, то ли забыл, как эта комбинация играется. Нет, ну, может, он уже не застал. Может быть, и не застал, да. Настолько он все-таки. Вадик Хаблских мог, конечно, застать. Нет, Вадик достал однозначно. Тут уговорить нечего. Вадик, Ушаков. Это все люди, которые играли в Советском Союзе, когда волейбол играли именно так. Крестами, возвратами, зонами на зонах, там, эшелонами и пятое-десятое. Ну, сегодня скорости такие, что уже другие требования к комбинации. Да, другие требования. С появлением Пайпа все это потеряло смысл. Потому что Пайп, по своей сути, он дублирует все эти комбинации. То есть, по смыслу Пайп является этими комбинациями. Такая сфинтестанция определенная. Плюс добавляет одного игрока. Одного игрока в атаку постоянно. Совершенно верно. Это решает все. Как говорится, приговор для старой комбинации. Да, и одна какая-то комбинация. У Сергея Гранкин очень часто в «Динамо» играет, когда счет позволяет. Да, в ход в зону. А единичный случай, так, к этому не готов. Но если играть ее как систему, это разберут. И это не будет проходить уже сегодня. У нас команда Тетюхина вцепилась. Вцепилась. Да, большое было преимущество у команды Михайлова. Мы помним. Бартош Курок нашел свою подачу. Да, подача пошла. Максим Михайлов. Вот же рука у Максима, конечно. Тут Роман Скворцов спрашивал у Мороза, почему именно у него в зале дружба подача летит, но у других нет. Я подумал, а может это генетическая память? Ведь здесь когда-то МГТУ играло, где Мороз начинал свою карьеру. Я не знаю, играл ли он в дружбе. Наверное, чуть позже. Мало вероятно, что он играл в дружбе. И он пришел значительно позже. Но очень интересная параллель. Очень интересная. Может быть, действительно, посредством первого что-то процесса и такие вещи передаются. А вот, что говорят. Сейчас так. Спрашивают. Оба-на, посмотрите, что произошло. Второй рефер классной передачи отдал книжникам. Кстати, здесь Девартовская, которой тут где-то кратно мы упоминали клуб «Ювеляр» в этом году. Молодец, Молодец, Книжников, потому что, посмотрите, передачу отдал. И починки к уроку почистил. И... Молодцы, молодцы. Вот такая еще в арсенале Алексея Тапенко появилась. Раньше Леша испытывал определенные проблемы, чтобы подачу вот укоротить. Укоротить, да? Сейчас немножечко поработали в этом году с тренером. И вот в арсенале появилась еще одна подачка у Алексея. Красивый эпизод, но вот видит забит. Как вложился в удар этот Бирюков, в край блока. Вот в эту точку, в которую бил, поставил на это все. Если заденет выиграть, не денет, мяч не весь куда улетит. И покажется, что игрок грубо ошибся. А ведь это не так, там сантиметры все решают. Конечно, конечно. А вот сейчас была несогласованность действий. Как раз вот мы говорили о несыгранности связующих и нападающих. Не смогли договориться должным образом, что все-таки хотят они сыграть. И вот мяч упал. Не состоялось атаки. А вот лучшие подающие суперлиги. Да, лучшие. Самые, скажем так, результативные подачи. Самые результативные, да. И вот, в общем-то, в пятую зону она как раз максимально опасна. Если брать по этому сезону. Давайте посмотрим. Ну, посмотрите, в самый уголок. То есть, вот эту подачу принять... Это в четыре принимающих. Да, посмотрите, четыре принимающих стоит. Вот там просто нужно в линии стоять. А в линии никто стоять не будет, потому что оголяется вся площадка. В четыре принимающих мало под эту подачу. А у Александра, она вот просто у кривца, я имею в виду, она просто вот отточена. Он попадает в угол пятой зоны с завидной регулярностью. И там просто никто не может ее принимать. Не, ну действительно борьба как обострилась. Посмотрите. Одни хотят играть в пятую, другие не хотят. Сейчас такой символ. Закончить в 3-1 или уйти в пятую партию? Что, пулер уже на ногах был только что. Обычно он даже в обычных играх не всегда встает со скобейки. А тут завелись, завелись. По регламенту обычной игры помощник не имеет права вставать со скобейки. Ну понятно, что Геннадий Яковлевич никакой не помощник. Видит и редко помнит, наверное, даже сегодня об этом. Да, да, да. Вот какой тройной блок там. Вот вариант, когда в волейболе говорят, небо не видно, да? Небо не видно. А давайте посмотрим, давайте посмотрим. В принципе, Женя-то отыгрывал с Севажелевым. Он, конечно, не бил на выигрыш, но... А посмотрите, как руки развернули Сергей Тюклин. Он просто развернул их в площадку. И здесь вариантов даже отыграться не оставил Женя. А Кривец все подает, да? Да, 13-13 счет. Кривец продолжает подавать. Один эйс мы уже видели. Вот в пятую зону опять метил. Опять выцеливал, да, выцеливал снова ту же точку. Ну что, команда Тетюхина вернулась. Вернулась однозначно. Да, минус пять. Пять один там какой-то еще. Где-то, по-моему, до пяти заходил разрыв. Умелое руководство Вадима Хмутских процессом. Дает и себе знать. Вот действительно, как говорится, грудью на дот, да? Тут по-другому бы и не скажешь. И вновь. Траной блок с его железом ищет все слабое место в этом блоке. По-моему, того его просто нет. По-моему, он не того ищет. Сергей Тютлин. Посмотрите, как их руки разворачивает. Сорочище, да. А, тут сейчас стык бил. Нет, сейчас, кстати, Женя поменял направление удара. Просто получилось так, что он сейчас уже бил не в правую руку, а в левую. Попал, он бил в стык между Ащевым и Тютлиным. Какой, да? Взгляд. Хитрый. Хитрый, да, у Бирюкова. А что еще, да, ты сделаешь? Видите, вот это подача 14-14. Ух, какая подача, да. Что-то они прямо ее облюбовали, эту пятую зону. Жалко, если измеритель скорости сняли, а то, может быть, пришлось бы сейчас нести свой приз Морозовый обратно. Кстати, две партии-то наработала, а сейчас что-то, да. Но он был готовил среди выходных. Ага. Да, подача была очень быстрая. А здесь Василий-то какая-то уже очень впечатляющая. Угу, я согласен. Просто впечатал мяч. И вторая не хуже. И то, да, как быстро кистью, да, смахнул. Вроде бы видели все, и Бирюков с Ащевым и поднимались на эту атаку. Специфическая атака, видите, он поднимается после передачи. То есть, в принципе, опаздывает. Очень сильно опаздывает. Но за счет высоты... Но блок-то еще больше опаздывает из-за этого. Конечно, конечно. И по игроку прыгает. И за счет высоты и скорости съема обыгрывает даже тот блок, который, в общем-то, может быть выстроен в данном случае. Что-то распадавались все, да, посмотрите. И разблокировались. Распадавались и разблокировались. Тут ничего не забывают, между прочим. Чуть-чуть два раза отчихлил нападающего. Тут же получил ответ. Ответ, да, совершенно верно. И у нас второй технический тайм-аут. Стало быть, время для флеш-интервью, который нам сейчас Роман Скворцов любезно организует. В этом мне любезно поможет Тарас Стеев, Владимир, капитан российской сборной. Тарас, такое впечатление, что жутким в сторону пошла рубка всерьез. Или меня обманывают мои глаза? Да, аппетит приходит во время еды, как всем известно. Поэтому уже такой кураж появился. Все втянулись, потому что первые минуты матча немножко были скомпаны. Все ребята тоже переживают, потому что пришло много людей. Сегодня спортивная дружба. Но сейчас страсти наколены. Я правильно понимаю, что в первых двух партиях вы дали покуражиться более молодым оппонентам? А сейчас все-таки показываете, кто в доме хозяин? Да, хотим доказать. Я думаю, что мы переломим исход матча. Поэтому сейчас все ребята полностью выкладываются. Я смотрю, у вас там образовалось такое принципиальное противостояние с Павлом Морозом. Вы попали под его блок, а заблокировав ее, такое впечатление, что мяч от радости съесть хотели. Продолжение у этой истории будет? Просто не хотел остаться должным. Его отдал долги сразу, горячим следам. Поэтому думаю, что в пятой партии еще продолжится наша дерзь. В пятой партии будет? Надеюсь. Понял, спасибо. Удачи вам. Всем хорошего настроения. Владимир. Да, тут уже уверенные прогнозы продолжаются. Павлов обещал нам завершение матча. А Раски обещает продолжение матча. Кому верить? Кому верить. Но тот один будет прав. Тот один будет непременно прав. И у меня такое складывается ощущение, что все-таки будет Тарас прав. Потому что действительно вот сейчас мотивация у синих, будем так говорить, больше. Вот что значит мотивация. Уже и будет дошли до прогноза. Да, кстати говоря. Все равно вот спорт, он такая вещь, что все время хочется, чтобы кто-то выиграл. Да, конечно. Даже когда это не так важно, что... Хотя не маляющих симпатий. Вот у меня ни одной, ни другой команды нет. Потому что действительно хорошие, равные, укомплектованные команды. Замечательные люди. Помимо всего. Нет, ну действительно, просто вот смотришь и не знаешь, за кого поболеть. Ну как, знаете, обычно болеют за слабейшего. А кто у нас сейчас слабейший? Тот, кто проигрывает. Значит, проигрывает в командах этого самого... Тетюхина. Значит, надо болеть за нее. Сомнительная логика. Ну хоть какую-то я постарался найти. Ну ей и судьи подыгрывают. Какую передачу Кристика подал как раз. Да, да, да. Ну я думаю, что это была уже, наверное, последняя такая вот... Да, заготовка. Заготовка. Она зародилась, видимо. Это реакция у человека прекрасная. Сообразил и придумал. Да, видно, что он хорошо играл в волейбол не так давно. Ну, Андерсон, конечно, добавил. Андерсон потрясающе. Начало сезона и конец сезона два разных игрока, на мой взгляд. То есть обрел себя в зените. Эти авансы, которые выдавались этому игроку всеми, без исключения специалистами, они оправдываются. Волкову, который мы видим, болгодушил и даже могу указать, сейчас и не раздавал. А вот интересно, количество замен не ограничено, а количество перерывов? Ну, вроде бы не превышали лимит. Я тоже этим вопросом задавался. Честно говоря, не узнавал я этот момент. Ну, наверное, это уже не в помощь зрелищу. Ну, да, да, частные остановки, конечно. Поэтому тут вряд ли. Ну, Мэтью Андерсон вышел подавать и подает хорошо. А как хорошо вербов принимает? С того момента, да, пока не подал вербов. Вот мало кто у нас пользуется теми, как вот сейчас Андрей Ащев сделал скидку за блок. То есть явно, когда с тобой поднимаются, ну, как правило, уже у блока преимущество. Если заранее прыгают с первым, там деваться очень часто бывает некуда. И вот эта скидка за блок, она бывает очень, посмотрите. Все, Андрей, да, страхующий, они далеко, да. Никто там быть никого не может. И вот этим нужно пользоваться, Андрей это умеет делать. Не, все, уже перешли на нормальные подачи все. Прекрасно контролировал ситуацию и в защите бы сыграл. У нас такая надобность, да, ну. Ошибается, ошибается. Сейчас в качестве передачи Жига два ошибся. И вот они стоят, сейчас выясняют, кому, куда идти. Потому что, казалось бы, что там такого сложного отдать передачу в четвертую зону. Но ее же нужно отдать с определенной скоростью, на определенной высоте. То есть, совсем все непросто. Вот сейчас с Алексеем Остапенко получилось. Уже гадло. Надо, кстати, подчеркнуть, что у нас матч звезд носит имя Владимира Савина. Был такой легендарный, абсолютный деятель в нашем волейболе. Руководила Федерацией волейбола СССР, насколько мне известно. И в Международной Федерации высокие очень посты и долго занимал. И, наверное, вот это начинание Софистской Федерации присваивать каждому турниру и каждому трофею имя выдающегося игрока или деятеля прошлого, как в данном случае. Интересное такое начинание. Действительно, и существует же там Кубка Стэнли, там, да, и прочее. Кто такой Стэнли, по большому счету, кроме того, вот он учредил этот Кубок. То есть, он как личность хоккейная, ну, практически там, да, значения не имеет. Негресский, да? Да. А здесь в памяти тех сильно гениальных людей. Ну, можно еще добавить то, что этот год является годом 90-летия восстановления волейбола в России. В 23-м году, значит, волейбол начался в России. Ну, был сыгран первый матч, который зарегистрирован. Да, да, да. Поэтому это юбилейный год, и, конечно, федерация волейбола всячески старается провести как можно больше соревнований, приурочить их как можно большему количеству великих волейбольных людей прошлых лет. Считаю, что это замечательно. Ну, команда Михайлов все-таки ближе чуть-чуть к победе. В концовочке, когда все серьезно, мы можем вспоминать, да, что два очка волейболя отыграть непросто, когда у тебя ограниченное количество попыток на это. Да, и как-то посвежее выглядят ребята из красной команды. Все-таки мне как-то принято называть красные и синие. Не знаю почему. Алексей Родичев хорошую подачу подает. Ой, Барта Шкуруха, посмотрите. Просто как-то филигранно, да, кистью сработало. И главное, шел с этим решением готовым. Это было видно. А давайте посмотрим. Да, посмотрите, в край руки. И все, зрячий, все верно. На блок скидывал, там чуть-чуть не коснулось. Тоже сложно. Даже не боится, что там Либер в защите играет. То есть настолько уверен в этом ударе. Но подача-то у Барта Ши есть. И вот теперь доигровка у синих. Денис Биряков оставляет в игре. Что-то придумают. Нет, не придумывают ничего. Играют надежно, вы видите. Да, что там. Что придумать надежнее, чем от Ага на блоке. Да, действительно. Только без блока. Но это, увы, только для матча звезд чаще. В обычной игре такой крайне редко встречается. Так постепенно в опорного игрока команды Титюхида превратился. Да, да, превратился. И вот перерыв, я так понимаю. Ну, висота, насколько я знаю, тоже там храмы все подлечивает. Ну, вроде говоря, это уже не болит. Просто входит в форму. Да, да, пока еще не готов он к большей нагрузке. Ну, все готовятся к плей-оффу. То есть, понятно, что всем хочется забраться в чемпионате как можно выше, чтобы иметь лучшую сетку потом. Но, по большому счету, все команды, которые готовятся к плей-оффу, или же те, которые потеряли шансы на участие в плей-офф, попадание в плей-офф, готовятся к целенаправленным плей-оффу. Уже идет концовка регулярного чемпионата. Остается буквально там три игры. И, конечно, уже какие-то контуры образовались. И будущего плей-оффа, и будущего плей-оффа. Алексей Остапенко после перерыва. Ну, что, будет рисковать, Алексей? Не будет рисковать, скручивает, находит Кривца, между прочим. О, играет сам в защите, Алексей. Вы посмотрите, что творит. Они вдвоем вообще с Кривцом этот розыгрыш играли. Да, да, да. Так получилось. И мне, я тебе, да? Да, то принял, сам атаковал, этот подал, сам принял. Ну, получилось так, что плюс три у команды Максима Михайлова. А это уже очень-очень серьезно. Да, это уже серьезно. Я думаю, что в 23-20... Ну, такая роскошная линия блокирующих Михайла Тодорова, Андерсона. Да. Ну, тут какую линию не возьми, она будет роскошной изначально. Но это... Это подтверждает, да? Вот этот блок Михайлов. Ну, я говорю, что там нет связующего. Все-таки Барлон, наверное, там не того уровня блокирующий, чем любую из упомянутых. Нет связующего. И самый низкий из них – Максим Михайлов. Да, я и говорю. Алексей Остапенко. Матч-гол. Рискует Леха изо всех сил. Передача в четвертую зону. Работает блок. Вот надо бы сейчас было ударить этот переходящий мяч, но сложно. Есть риск. А вот крест. Настоящий крест. Иисус, как красизм. Из забытого прошлого в настоящее. Да, но это действительно было здорово, красиво. И команда Михайлов выигрывает со счетом 3-1. Ну, потрясающее зрелище, Владимир, согласитесь. Да, и сейчас... Он там согласен с награждением. Тут много уважаемых людей. Даже из Европейской конфедерации волейбола вице-президент Ян Фронек здесь присутствует. Но это все-таки тоже признание заслуг того, что здесь происходит. Если даже в Европе внимательно следят за такими вещами. Ну, безусловно, безусловно. Я думаю, что весь мир будет за этим следить. Уж в Италии-то или там... Но в любой европейской стране не найдется ни одного любителя, который не посмотрит этот матч потом по интернету. Да, обязательно найдет возможность. Способ у наших зрителей, возможность была у кого-то в прямом эфире посмотреть. Кто-то обязательно это сделает. В записи я не сомневаюсь. Но мы уже видели красивое и прекрасное зрелище. Наверняка будет выложено на сайте Федерации волейбола России. И всегда его можно будет там найти и посмотреть. Так что то, что мы видели, то запомнится нам надолго. Ну и на этом заканчиваем нашу трансляцию. С вами был комментатор Владимир Стеско. Помогал мне Павел Борщ. В зале работали прекрасные романы скворцов Тарас Тимошенко. Ну и спасибо всем тем, кто имел отношение к этой трансляции. Всего доброго. До свидания.